Ник Перумов. «Странствия мага». Том 1. Летописи разлома. Читает Сергей Уделов. Анотация. Окончивший Академию Высокого Волшебства по курсу Некромантия Неясыть отправляется в путешествие по континенту исполнять свои прямые обязанности. Упокоивать неспокойные кладбища. Трудности и опасности лишь возрастают на его пути. А выбор между светом и тьмой становится все сложнее и сложнее. Фессу приходится вести борьбу не только с темными силами, угрожающими всему живому, но и постоянно сталкиваться с инквизицией в лице фанатичного проповедника Отца Этлау. Полуэльфийка, послушница храма мечей Рысь, орк и гном сопровождают Фесса в Нарн, обитель темных эльфов. И вскоре Некромант узнает, к чему приводит гордыня и почему нельзя совершать безответственные поступки по отношению к друзьям, соратникам и товарищам. Синопсис В первой летописи разлома, именуемой «Алмазный меч, деревянный меч», была изложена история несостоявшегося пришествия спасителя в один из миров великой сферы упорядоченного. В давние годы, когда в том мире властвовали и вели между собой смертельную борьбу расы гномов и молодых эльфов, иначе называемых также Дану, мастерами-волшебниками этих двух народов, были созданы два магических меча. Гномами «Алмазный» или «Драгнир», а Дану, властителями лесов, «Деревянный» или «Имельсторн». Вся сила и ярость народов оказалась вложена в эти мечи, и, садись они в бою, этой яростью вполне мог быть уничтожен весь мир. Волею всемогущей судьбы два этих меча пробудились одновременно. Эмельсторн попал в руки рабыни Дану по имени Сямни-Оэктакан. Драгниром, не без хитрости, коварства и предательства, завладел гном Сидри Драмаронг. Затем «Деревянный меч» захватили маги людской расы. Гном же Сидри благополучно добрался до убежища своего племени. Во вспыхнувшей войне, где все сражались против всех, людская империя против радуги, семи магических орденов, Дану и гномы против людей и друг с другом, вдобавок началось вторжение странных существ, именовавших себя созидателями пути. Миру Мельина это грозило уничтожением. В кровавом хаосе войны начали сбываться зловещие пророчества разрушения. Алмазные и деревянные мечи уверенно шли навстречу друг другу, неся с собой смерть. Среди сподвижников императора людей был некто Фес, молодой воин и волшебник, рожденный вдалеке от плоти того мира, где ему пришлось сражаться. Он происходил из загадочной долины магов, таинственного места в Междумирии, где испокон веку жили одни из сильнейших чародеев упорядоченного. Фес давно прискучила размеренная жизнь долины, и он покинул родной мир, сделавшись воином и прознатчиком императора в мире Мельина. Фес был тем, кто в воцарившейся сумятице смог понять, что же нужно делать. В завязавшемся сражении, когда легионы Мельинской империи сошлись с воинством гномов, несших с собой Драгнир, и последним отрядом Дану, направляемых и ободряемых Эмильсторном, Фессу удалось оказаться рядом со столкнувшимися наконец в последнем бою алмазными и деревянными мечами. После чудовищного катаклизма Фесс, пытавшийся вернуться домой в долину магов, оказался вброшен в Эвиал. Один из миров упорядоченного, мир закрытый, со своими особенными законами магии. Запад этого мира занимала непроницаемая тьма, и обитатели Эвиала верили, что эта тьма вот-вот вторгнется в населенные людьми пределы, и тогда наступит неминуемый конец времен. В Эвиале сильна была вера в Спасителя, власть Церкви и Инквизиция железом и кровью выкорчевывала ереси. Память Фесса была искажена, и значительная часть воспоминаний, равно как и боевых навыков, он утратил. Он забыл свое прошлое, ничего не помнил о долине магов и об алмазном и деревянном мечах. Случайная встреча со старым магом Парри, открывшим в странном пришельце чародейские способности, привела Фесса в город Ордос, во всемирно известную Академию Высокого Волшебства. Судьба сделала Фесса калитом факультета малифицистики. Он стал некромантом, темным магом-изгоем, которого Церковь, Инквизиция и Белый Совет терпели только из-за участившихся случаев нападений нежити, справиться с которой некромант мог лучше всех. Досрочно выпущенный из Академии, Фесс был направлен в северный приморский город Орвест, где он встретился с гномом Сугутором и орком Праддом, ставшими его верными спутниками. Упокаивая кладбище, где пробуждались к жизни свирепые и кровожадные чудовища, Фесс впервые в открытую столкнулся с Инквизицией, прибегавшей для достижения тех же целей к человеческим жертвам. Это столкновение переросло в настоящую войну, в один из моментов которой Прад и Сугутор оказались в руках орвестских инквизиторов. Чтобы спасти их, Фесс вернулся в город, и как раз в это время на Орвест обрушилось вторжение империи Клешней, молодой и хищной островной державы, на Дальнем Западе Ивиала, почти у самых границ той самой тьмы. В результате схватки город был разрушен до основания, Фессу и его спутникам удалось бежать. Отныне для Инквизиции, Церкви и сообщества белых магов Ивиала они стали непримиримыми врагами. Зачин Железный хребет Изгнанники Не топчи дорогу сапогами бессмысла, заведет на край света, не воротишься. Заповедь путешественников Правда, мэтр, красиво у нас в горах рассветы. Хренастый гном бестрепетно стоял на самом краю глубокой пропасти и нещурясь смотрел на поднимающееся солнце. — Обывал бы ты, брат, гном у нас на Волчьих островах не хвастался попусту, — проворчал в ответ здоровенный клыкастый орк. Он, в отличие от своего товарища, всем огромным телом прижимался к отвесной скале. Тропинка, что вела над обрывом, здесь почти что сходила на нет, оставляя лишь узкий, в две ладони шириной уступ. — Чего я там у вас не видел? — фыркнул гном, заложив руки в карманы и, бравируя храбростью, покачался с носка на пятку. — Зимой в юге с буранами, летом туманы с марями и комары, а я их терпеть не могу. Не бойся, в наших шахтах их не встретишь. — Зато у вас крыс каменных полно, зазеваешься, мигом отъедят тебе. Орк явно собирался сообщить гному, какой же именно, по его мнению, части тела лишат каменные крысы его сотоварища. Но тут в разговор вступил третий путник — человек в поношенном темном плаще, с мечом у пояса и длинным посохом мага в руке. Черная древка заканчивалась округлым каменным янтарно-желтым навершием. Человек выглядел еще совсем молодо, но его короткие волосы уже успели полностью побелеть. — Хватит вам! — устало сказал человек, тот самый, кого гном назвал мэтром. — Горы позади оставили радоваться надо, а вы все припираетесь. — Эх, мэтр! — беззаботно махнул рукой гном. — Горы пройти — то ж полдела, даже четверть дела. Невеликое искусство. Старыми шурфами проползти, строжевые посты позади оставив. — Вот теперь, мэтр, дельце предстоит посложнее. С темными эльфами нарно шутки плохи, что и говорить. Меня они, конечно, знают, хаживали, как говорится, и в этих краях, но... — Будет тебе болтать, сугут ор. Орк оскалил клыки. — Нечего сказать, легкая дороженька твоими шурфами оказалась. Ох, разрази меня на этом месте. Очень даже легкая. Орк выразительно поднялся Киру. Лезвия покрывали свежие зазубрины и какие-то темные пятна, словно окалено. — Славно нас там встретили. Долго помнить буду. — Абни Мэтр? — Да и то сказать. Куда нам деваться? На месте Орвеста ямы дымные, на плечах погоня, и святая Инквизиция, горяна на собственных кострах, и вроде как даже магия Академии. Одна надежда, что в нарно они не полезут. — Полезут, не полезут. Чего гадать-то? — заметил волшебник. — Обратного пути нет. — С теми, ну, которые в шахтах, я б второй раз дело иметь не хотел. Значит, пойдем вперед. — Вперед-то оно, конечно, да, — вздохнул Орк. — Да вот только... Он умолк, глядя вниз. Чародей тоже сделал шаг к пропасти. Все трое — человек, гном и Орк — замерли, молча глядя на открывшуюся их глазам картину. За их спинами вздымались остроконечные, кое-где покрытые вечными снегами вершины железного хребта, в недрах которого трудолюбивые гномы, проложили целые лабиринты ходов и шахт в поисках золота, самоцветов и вообще всего ценного, что только может залегать под землей. Неприступные скалы резко обрывались вниз тысячелоктевой пропастью, и там, подернутые покрывалом утреннего тумана, темнели вершины бесчисленных деревьев. Великий лес простирался далеко на юг и восток. Нарн почти не знал лиственных пород. Молчаливыми рядами, словно готовые к бою войска, стояли ели, сосны, лиственницы, кедры и пихты. Все это причудливо перемешивалось, чего никогда не увидишь в лесу обычном. Кедровая роща на холме плавно переходила в болотистые ельни князины. — А высоченные-то какие! — оглядывая деревья, нарушил молчание орк. Человек и гном согласно кивнули. Деревья, нарна и впрямь вырастали куда выше их обычных собратьев в других местах. Хотя непонятно почему. Земля тут не отличалась плодородием. Бесчисленные речушки, водопадами срываясь со склонов железного хребта, оборачивались там внизу застойными прудами и мелкими болотами, на которых, по идее, ничего не могло расти, кроме клюквы и мха. А тут — исполинские кедры. Туман поднимался высоко, аж к самым вершинам. Землю невозможно было разглядеть, но деревья начинались почти что от подножия древних скал, упрямо пробираясь сквозь завалы каменных осыпей. Ветки упирались в склоны, вонзались в них точно копия в тело врага, словно лес вознамерился медленной, непрерывной работой где-нибудь за ближайшую сотню тысяч лет обратить в ничто весь величественный кряж железного хребта. — Ну, хорошо, Сугутор, — наконец проговорил орк. — Мы пришли, и мы на обрыве. Дальше стоп кончается. Что делать будем? Гном Сугутор пожал плечами. — Как мэтр неясыть скажет? — Скажет — вниз полезем, скажет — назад повернем, другое место поищем. Я тут путей немало знаю. Орк и гном повернулись к волшебнику, ожидая его слова. Неясыть Фес долго смотрел вниз. Он чувствовал себя до нельзя уставшим и опустошенным. Беспорядочной схватки во тьме старых шурфов, когда он не видел врагов, а лишь чувствовал дремучую древнюю злобу, эти схватки выжили его до последней капли. Проклятая плоть подводила. Он не имел права на слабость. Сейчас, когда погоня вроде бы отстала, заплутавшись в лабиринтах горных троп и ущелий, он обязан был принять решение. Но что-то удерживало его от простых слов «давайте все вниз». Перед ним лежал Нарн. Тот самый Нарн, столь ненавистный святым отца Маркина и их громящему кулаку инквизиции. Тот самый Нарн, что не признавал никаких спасителей. О всех сакральных книгах церкви отзывался, как о собрании сказок, достойных лишь потешать детей. И небо не разверзалось над богохульниками, земля не поглощала их. Нарн жил, успешно отбивая все попытки лихих владетелей Геста, всех его дюков, баронов, графов и виконтов, привести его к покворности. Более того, он сам наступал на людские области, отвоевывая их не столько мечами и стрелами, сколько щедрыми посулами, и частенько даже исполняемыми. Дело дошло до того, что Святой Престол в Аркине издал энциклику, призывая добрых чад Великой Матери Церкви вступить в союз с язычниками-эльфами Вечного Леса, теми, что именовали себя светлыми, вечными и непримиримыми противниками жителей Нарна. Академия Высокого Волшебства, напротив, с темными эльфами Нарна не враждовала. Более того, выходцы из его мрачных чищоб нет-нет, да и оказывались среди околитов Академии. Случалось даже, что и деканы с асессорами отправлялись из Ордоса на север, пересекая бурную, пограничную реку испокон веков, отделявшую владение империи Бин от Нарна. Правда, Фесс не знал, к чему привели эти визиты. Нарнийские эльфы в Ордосе держались особняком, ни с кем не сближаясь, никогда не искали встреч с ним, Фессом, а ему за нехваткой времени было просто не до них. Кто же мог подумать, что тропа Некроманта приведет его сюда, на угрюмую границу, где лес и горы сошлись в бесконечной и бессмысленной войне, невесть для чего оспаривает друг у друга право смотреть в вечное синее небо. Правда, во всех землях Эвиала каждый знал, что Нарн принимал изгоев. Те, кому становилось тесно по цвету Инквизиции или надоедало платить подати баронам Эгеста, частенько уходили в его чищобы. Назад никто не возвращался, но никто не видел этих людей и мертвыми. Эльфы не выставляли на всеобщее обозрение их голов вместе с пробившими их меткими стрелами, как они обычно поступали с теми, кто являлся в их лес со злом. Так чего же ты медлишь, маг неясыть? Ты не отступал перед неупокоенными, перед костяными драконами и прочей нечистью. Ты выдержал безумную схватку на горящих улицах Орвеста с нахлынувшей Ордой из Империи Клешней. Чего же ты ждешь теперь? Какого знака? Какого знамения? Или, может, весть от Дейнура, учителя и наставника в многотрудном деле некромантии? Но Дейнур далеко, за сотни лик, там, на юге, в Ордосе, и нечего даже пытаться почувствовать его. Кто знает, быть может, милорд-ректор господин Анетто сумеет перехватить даже это, идущее по путям астрала послание? Ты медлишь, неясыть. Может быть, ты вновь, в который уже раз вспоминаешь страшную судьбу Орвеста? Наследство саладорца явило себя во всей красе, лучшего и не придумаешь. Отлика, самая, что ни на есть, обыкновенная девица легкого поведения, ни волшебница, ни магичка, никогда ничему не учившаяся, уничтожила большой каменный город вместе со всеми, кто не успел оттуда выбраться, с той же легкостью, с какой человек давит таракана. Ему, Фессу, и в страшном сне не привиделись бы такие пределы сил. Да, тьма могущественна, но и цена, запрашиваемая ею за силу, поистине неподъемна. Теперь, запоздал он, думал, что не все было так страшно и ужасно с Орвестом. Да, империя Клешней привела со своими легионами много искусных чародеев. А в городе хоть и были белые волшебники, но они не владели боевыми заклинаниями, и потому десанту имперцев-островитян удалось взять город. Но павший город можно отбить обратно, можно поднять многочисленные полки Семиградского ополчения, можно запросить помощи у империи Бин. Не может быть, чтобы ее правители остались равнодушны к такому успеху своего давнего врага. Вызвать подмогу из Ордоса, напомнить о Старом Союзе лихим морским воякам Волщих островов. Да, это означало войну, но войну обычную, привычную, от которой можно убежать и спрятаться, если ты слаб или стар. И Орвест наверняка можно было б вернуть. Но тысячи жизней все равно были бы потеряны. Услыхал он беззвучный голос в собственном сознании. Погибли бы воины, которых послали бы штурмовать клешни Орвеста, погибли бы люди в окрестных селах, когда туда пришли бы солдаты клешней. И никто не знает, где жертв оказалось бы больше. Не торопись судить, некромант. Не торопись судить. Да, верно. Об этом говорил Эдейнор. Не суди. Не вставай ни на чью сторону. Ты сам по себе некромант. У тебя нет друзей, нет союзников. Ну, за малым исключением, вроде Сугутара и Прадда. У тебя есть только враги. Уже выступившие в открытую или же пока еще только собирающиеся. Фесс покачал головой. Враги. Да, враги были всегда. Да, его боялись и ненавидели. Но почему он должен бояться и ненавидеть в ответ? Потому что это так по-человечески? Нет, сказал он себе. Отлика ты совершила ужасное. И самое главное это необратимый поступок. Враги могут захватить город, но их можно оттуда и выбить. А теперь Эрвеста уже не вернешь. То, что случилось, зло. Зло в чистом виде. Я не могу доказать это логически. Кто знает, быть может война за освобождение Эрвеста и впрямь унесла бы еще больше жизней, чем один роковой удар тьмы. Но я знаю, знаю неколебимо твердо, нельзя побеждать врага такой ценой, потому что это даже хуже, чем поражение. На душе было мутно и тяжело. Пока длилось бегство, пока они пробирались подземными ходами и галереями гномов, спасались от поселившихся в катакомбах страшилищ, с которыми даже Фесс решил не связываться. Эти мысли как-то отступили на второй план. А сейчас вот, когда опасности казалось бы позади и осталось всего-навсего спуститься в Нарн, куда за ними не посмеет сунуться никакая погоня, все это вновь вернулось. Тьма, я же не верил, что ты есть зло. И ты не оно, ведь так, зло в каждом из нас. Оно в сердцах, душах и поступках. Оно не ужасного вида скелет на громадном троне, каким его рисуют порой на гравюрах. Оно незримо и неосезаемо. Его нельзя победить раз и навсегда. Ему надо противостоять каждый день, порой, порой, да, творя меньшее зло, чтобы предотвратить большее. Так кто же он, солодорец? Гений, открывший новую дорогу всем жаждущим познания, или тот, кого будут потом проклинать все оставшиеся в живых, когда его знание попадет в дурные руки? Если отлика оказалась способной стереть с лица земли орвест, где поручительство, что кто-то из другого Ковина, озлобленный на весь человеческий род, не пустит в ход это знание, скажем, перед императорским дворцом и бина, от этих мыслей по коже продирала морозом. И что же стало с погибшими в орвесте? Отправились ли они прямо в серые пределы, или же отлика сама, уходя во тьму, прихватила их с собой? «Ох, как же я не сообразил этого раньше!» С раскаянием подумал Фесс. «Как мог пропустить такую возможность? Уходя во тьму, неофит просто разрушает все вокруг себя?» «Может быть, может быть, но не зря он не хотел читать трактат Солодорца, не зря страшился поднять обложку руковой книги, а вот точно было зря попытки Инквизиции оставить в Авиале хотя бы один том, как приманку для недовольных, обиженных, тех, кто думает поперек. Нельзя было этого делать. Если его предположения верны, и наследство Солодорца в руках любого околита способно стереть с лица земли большой город, то... А что тогда? У тебя ведь нет доказательств. Помни, некромант, тебе необратимые поступки запрещены сугубо и трегуба. Ты, стоящий на самой грани серых пределов, не имеешь права выпустить в мир случайно или по небрежению те ужасы, для описания которых люди не придумали еще слов и названий, что таятся там. Ладно, запомни это крепко-накрепко ФС. Отлика сгинула, растворилась во тьме вместе с жутким трактатом. Считай, что она умерла, ее больше нет, как и нет и обратной дороги из вековечного мрака. Ты свободен от этого груза, свободен, по крайней мере, на какое-то время, некромант. Фесс смотрел вниз. Ничего особенного там он, конечно, не видел. Ну, деревья, ну, туман. Что ж тут такого? И магии никакой он не чувствовал тоже. Нарн не спешил являть себя чужаку во всей красе. И все-таки маг не мог отвести взгляда. Туман медленно плыл, черные копья ели, и, казалось, рвали на части призрачное покрывало. Эфессу все сильнее казалось, что лес сейчас смотрит на него мириадами глаз, не принадлежащих в отдельности никакому живому существу, ни наделенному плотью, нелишенному ее. Это не лесные духи смотрели из-под корней и из дупол. Это не бродящие по лесу странные создания поднимали головы, потревоженные пристальным взором чародея. Их он бы узнал, и с ними он сумел бы управиться. Казалось, на Фесса смотрит сейчас весь огромный лес, от южных дубрав вдоль бурной, до карабкающихся по каменным уступам кривых сосен на южных скатах железного хребта. Смотрит каждым листом и каждой иголкой на ветвях, каждой чешуйкой коры и каждым торчащим из земли корнем, каждым живым существом в своих пределах, причем существо это даже не догадывается, что кто-то иной, неизмеримо более могучий, использует его сейчас просто как еще одну пару глаз. Фесс еще никогда не сталкивался ни с чем подобным и не помнил, чтобы о такой особенности Нарна упоминалась хоть в одной из прочитанных им магических книг. Да и Нур о таком точно ничего не говорил, и милорд ректор Анетта тоже. Орк и гном терпеливо ждали. Фесс уже совсем было собрался с духом, чтобы сказать, мол, нечего больше ждать, еды всего ничего, спускаемся, как вдруг туман возле самых скал внезапно расступился, на миг обнажив темную землю, покрытую серыми пятнами толстого мха, подступившего к самым камням и упорно пытающегося вскарабкаться вверх по скальному склону. Призрачные волны мглы заколебались, отхлынули в стороны и на крошечный пятачок между деревьями и откосом выбралось удивительное существо, подобного которому Фессу еще никогда не приходилось видеть. Больше всего это создание напоминало здоровенный ходячий шалаш, сплетенный из толстых веток и сучьев. Получилось нечто вроде паука, вздутый купол спины, упирающиеся в землю лапы корни, густые брови из мха и громадные круглые глаза из светящихся гнилушек. Ростом это создание раза в два превосходило даже высокого прадда. При виде этого лесного страха орк глухо зарычал, невольно хватаясь за секиру, хотя ясное дело, взобраться по отвесной скале создание не могло. Гном удивленно поднял брови, оттопырил губу, мол, никогда такого не видывал. Фесс невольно крепче сжал в руке посох. Черное древко отозвалось, ладонь стала слегка покалывать, навершие слабо осветилось. Явившееся им существо было в чем-то сродни тем, кого Фесс повергал при помощи этого посоха. Всем этим костяным драконом и прочей нечисти, такой же изначально мертвая, она получила жизнь только благодаря силе этого места. Или его создали эльфы-чародеи Нарно, кто знает. Деревянный паук тем временем вплотную подошел к скале, потрогал ее лапой и веткой, недовольно зашуршал, заскрипел сразу всем своим плетеным телом, засучил конечностями, взрывая землю, а потом внезапно поднял гротескной физиономии впери взгляд зеленых буркал в троице замерших на обрыве путников. — Ишь, взырит-то как, проворчал прат, на всякий случай поднимая секиру повыше. — Ничего особенного, явно храбрясь заявил Суготор. — Мало ли в нарне чудес, будь оно опасным, я бы знал, ведь я-то... — Помолчи, гномя, ряфнул орк, помолчи, мэтр скажет, что делать. Паук тем временем явно собирался обосноваться тут надолго. Основательно врыл в землю все свои бесчисленные корни, как-то опустился, осел, зеленые глаза прикрылись точно веками завесами из зеленого папоротника, беззаботно росшего прямо тут же на толстых бревнах каркаса. Сразу несколько десятков веток потянулись к поверхности скалы, коснулись камня, замерли. Человек, гном и орк долгое время молча ждали, ничего не происходило. Казалось, диковинному существу не было до них никакого дела. «Нет, мэтр, как угодно, а я спускаться здесь не буду», вдруг решительно заявил Сагутор. «Не нравится мне эта крошка, очень, не нравится, лучше еще с десяток миль отмахать, чем задницей по скале скрести, прямо у нее на виду». «Так выходит, оно все-таки опасно?» ухмыльнулся прат. «Опасно или нет? Можешь сказать?» Сагутор ответил только кривой ухмылкой. Орк и гном вновь взглянули на Фесса. Некромант молчал. Как ни странно, он даже не смотрел вниз, его взгляд рассеянно скользил вдоль самого горизонта, там, где покрывавшая нарн-туманная пелена сливалась с серыми облаками. Солнце поднималось все выше и выше над мглистой дымкой, но лучи дневного светила казалось, были бессильны пробиться сквозь этот призрачный щит, неведомыми силами воздвигнутый над таинственным лесом. Угрюма чаще словно бы не нуждалась в живительном тепле, она жила сама по себе, и ей ничего не было нужно от этого мира, даже того, без чего не может обойтись ни одно живое существо, солнечного света. Плетенник, как Фесс про себя назвал застывшее у подножия скал загадочное создание, по-прежнему занимался своим делом, медленно, но неуклонно вгрызался бесчисленными своими корнями в неподатливый камень. Настанет день, когда его работа окончится, подточенная долгим трудом, неприступная на первый взгляд скала рухнет вниз водопадом мелких, бессильных и безвредных камней. И тогда, возможно, сюда придут другие порождения леса, которые превратят безжизненный камнепад в землю, готовые принять в свое лоно юные саженцы. И, глядишь, когда уйдут слепой прах внуки внуков тех, кто сейчас лежит в колыбелях, на месте этой скалы поднимется молодой ельник. Лес наступает. Он умеет защитить себя от разящей стали людских топоров и, похоже, всерьез вознамерился проложить себе дорогу по ту сторону железного хребта, прорваться в Семиграде, отчего ТФС словно наяву представил себе молчаливую беспощадную лесную армаду, наступающую на обжитые людьми земли. Выбрасывающую перед собой авангарды прикрытых магическим туманом разведчиков и, как лес победитель методично покрывает покинутое селенье и города и, в конце концов, остается один, раскинувшийся на сотни лик от западного моря до восточной степи единый великий безмолвный лес. Но прад прав. Спускаться здесь действительно не стоит. Сугутор, уходим отсюда, желательно не залезая под землю. Есть, мэтр, и то верно. Я зверюшек такой величины и так-то не сильно люблю, а уж коли они из веток и палок, так и совсем нравится перестает. Орк ничего не сказал, только подхватил заплечный мешок. Они благополучно спустились со скал в нескольких милях к северо-востоку. Окутывавший деревья туман оказался неожиданно теплым, внизу, возле древесных корней его не было совсем, шагалось по лишенному подлеска старому еловому бору легко. Трое путников двинулись прямиком на восток. Никаких троп в дикой чаще не имелось, и даже всеведущий Сугутор, не раз по его уверениям бывавший здесь, не мог сказать, куда им идти дальше. Лес сомкнулся над их головами, сдвинул ворота стволов за спинами. Сугутор как-то неуверенно обернулся, держа на готове топор, и фес на мгновение подумал, что если этот лес решит ударить, то едва ли поможет и вся его фесса некромантия. Правда, сам молодой волшебник не чувствовал ничего необычного. Лес, пусть даже мрачноватый, не таил в себе ничего заметного. Никакого чародейства, доступного ощущениям выпускника факультета малифицистики. Туман над головами, конечно же, не был обычным туманом, но вот понять, в чем же тут дело, фесс не мог. Как известно, самое сильное чародейство, то эффект, которого ты видишь, но не можешь даже предположить, как это сделано. Мало-помалу местность понижалась, потянулись длинные полосы плотного серо-зеленого мха, перемежавшегося стоячими черными лужами. Белота близко, уронила задача на осматривавшийся гном. — А ты думал, я решу, будто вокруг пустыня солодорская? Сам все вижу гномы, — рыхнул орк. — Скажи лучше, куда мы идем. Мне брехо сводит от голода, вокруг даже жалкой печушки не видно. — Ты в корову с пяти шагов-то промажешь, тебе лябо хоть толковать, — пробурчал уязвленный гном. Фесс молча поднял руку, и извительный ответ орка так и остался невысказанным. Там, за болотом на невысоком пригорке в окружении совершенно невозможных для этого места кедров, среди камней стоял невысокий покосившийся обелиск. Отчего-то он представился Фессу языком белого пламени, бесшумно рвущимся из земли. Неясыть знал, на юге, в кинте ближнем, земля источает из себя черную маслянистую жидкость, на основе которой алхимики султанов варят свой знаменитый жидкий огонь. Горят там и негасимые факелы, трещинами из неведомых подземелья поднимается горючий газ. Но это пламя, белое пламя Нарна, магическому взору Фесса представлялось смертоносно ледяным, холодным точно вечной льды на самой северной верхушке мира, где зимой по полгода не появляется солнце. Сколько ни ясать простоял так на самом краю болота с плотно зажмуренными глазами, он не знал. Гном и орк терпеливо ждали, не шевеляясь, замерев точно извояния. Похоже, они оба прошли хорошую школу еще до того, как поступили к Фессу на службу. — Все в порядке, мэтр! — осмелился нарушить молчание Сугутор, когда неясать наконец пришел в себя. Фесс коротко кивнул, поднял посох, очерчивая янтарным навершием защитный круг около себя и спутников. Приближаться к загадочному обелиску, источнику силы, без соответствующей подготовки, было бы просто глупо. Сугутор и прат, молча и не дожидаясь приказания, отошли Фессу за спину. Фесс ощутил знакомое покалывание ледяных иголок вдоль позвоночника. Охранное заклятие начинало действовать, но как-то странно, словно с трудом находя свой путь в тумане. Незримые концы обруча едва-едва сошлись друг с другом, и силы для поддержания защиты требовалось куда больше, чем обычно. Некромант, выстраивая заклинание, идет от сложного к простому, от живого к мертвому. Все вокруг, земля, вода, воздух, содержат в себе мельчайшие частицы праха, того, что некогда было живым. Очень трудно заставить это повиноваться, это вам не свежий и не упокоенный. Но Феск к такому и не стремился, наверное, сотворить подобное было по силам одному саладорцу. Можно поступить проще, увидеть отцвет чужой силы на этих частицах. Опытный некромант сможет немало сказать, проведя за расшифровкой не один год. Посланной вперед силы некроманта столкнулась с источаемой белым обелиском мощью. Феск внутренне сжался, ожидая резкой и болезненной отдачи. Но нет, соприкосновение вышло неожиданно мягким и плавным, словно встали на место две тщательно подогнанные друг к другу детали. Некромант не сумел уловить и малейшего отражения чужой силы на рассеянном повсюду прахе. Его словно подхватил плавный водоворот, перед мысленным взором молодого волшебника закружились видения. Высокие стройные деревья с переброшенными между кронами мостками и изящные фигуры в зелено-коричневых одеяниях, однако это длилось лишь короткое мгновение. Словно унесенные ветром образы исчезли и их место заняли другие. Темная волна, поднявшаяся до самых звезд, зависшая над западным горизонтом, молчаливая, терпеливая, ждущая, когда ее соберется достаточно, чтобы перехлестнуть через гребень плотины и потом все уничтожительным потоком устремиться вниз в цветущую долину, и когда этот день настанет, дарительница жизни превратится в беспощадного и неуязвимого убийцу. хорошо, если в обреченной долине окажется опытный и сильный маг, прошедший все этапы школы воды, он сможет, если не остановить бедствие, то, по крайней мере, направить ревущий поток в сторону отселений. А кто сможет повернуть вспять поток не воды, не огня, а тьмы? Или, что еще хуже, не тьмы, а смерти? Уничтожение ничто, что стоит за этим словом в человеческой памяти. И пришедшая после этого в голову Фесса мысль заставила его надолго забыть даже о таинственном белом пламени. Когда наступит час темного прилива, этот тайный огонь недолго сможет сопротивляться натиску призрачного моря. Нарн продержится чуть дольше, вот и все. Его сила замедлит агонию, но не предотвратит гибель. А пока черная стена хранила неподвижность, замерев в гордом осознании своей силы. Я знал, чувствовал, и белый огонь еще больше усиливал эту уверенность. Время пока еще есть. Плотина еще поднимается над медленно наступающим морем, еще остается возможность остановить, помешать, быть может, даже повернуть поток вспять. А для этого нужно совсем немного научиться поворачивать тьму. Или найти те самые мечи, о которых так пекутся маски, те двое неведомых, скрывшихся под личинами Бахмута и Эвенстайна. Третьего не дано. Глава первая Нарн Эльф и дикая охота Ночью все кошки серы, ночью все эльфы прекрасны. Народная мудрость Эльфа звали странным для людского слуха именем Ирдис Эвалё, впрочем, как раз вполне обычным среди его расы. Опустившись на колени, он быстро раз за разом зачерпывал пригоршнями воду из родника, торопливо подносил картовый жадно пил, совсем забыв о приличиях. Он пил и никак не мог напиться. По тонкому лицу стекал пот, вещь для перворождённого вообще неслыханная. Колчан за спиной покрытый зелёными и бурыми разводами опустил на три четверти. Оперения оставшихся стрел были перемазаны грязью и кровью. На боку эльфа болтались пустые ножны, сломавшийся меч давно пришлось бросить. Уцелел лишь кинжал за глянищем правого сапога. Погоня как будто отстала. Отстала только сейчас, хотя слова в лесу за эльфом гнаться. Давно уже с успехом заменили поговорку «Ищи ветра в поле». Зелёная куртка Ирдиса, на которой обычно росли живые трава и цветы, вся покрылась коричневыми дымящимися пятнами. Вместо стеблей и лепестков там остался только пепел. Вокруг него растелался нарн, родной, привычный, знакомый до мелочей нарн, которым эльф, если нужно, мог в одиночку управиться с целой сотней людских панцирников, не побоялся бы схватиться с десятком магов, устоял бы даже против пары-тройки горных огров или троллей, не применяя ни ловушек, ни волшебства, но на сей раз он мог только бежать. Бежать, что было сил, надеясь лишь на помощь сородичей, да на магическую мощь потаённых камней, священных мест тёмных эльфов нарна, средоточая силы их чародеев, мало в чём уступавших заносчивым выпускникам знаменитой Академии в Ордосе. Эволю был тёртым и опытным трапером, не раз хаживал через Эгест людские владения, в Вечный лес и даже дальше. Его стрелы помнили просторы замикамских степей, сапоги топтали весенние разнотравья цветущих тундр, случалось ему бывать и в самом сердце Железных Гор. Случалось брести под палящим саладорским солнцем, а один раз судьба странствующего эльфа занесла его даже в ближний Кинт, где он, правда, недолго, служил султану в передовых пограничных отрядах, прославившись там как непревзойдённый лучник. Словом, он едва ли испугался бы даже кого-то из неупокоенных. Но на сей раз ему противостояли отнюдь не они. И эльф, чья память хранила подробности сотен стычек, больших и малых, кто сражался на всех берегах вокруг моря надежд и моря призраков, на сей раз не знал ответа. Этот страх был совершенно новым. Никто не знал, как с ним бороться, после того, как обычные мечи и стрелы оказались бессильны. Эльфы Нарна собирали дань с мелких людских поселений вдоль края мрачного леса, там, где болота расступались и на невысоких холмах за недлинное северное лето успевали вызреть рожь с ячменём. Люди платили охотно. Защита эльфов сплошь и рядом оказывалась куда надёжнее баронского и герцогского покровительства, а на церковные проклятия лесовики давно махнули рукой. Да, собственно говоря, мало кто из них и принадлежал к истинно верующим. В сумрачном Нарне нашли свой приют остатки многих ересей, огнём и кровью выкорчеванных в империи Семиградии и Гесте Аркини и Микампе. Еретикам и эльф оказались куда ближе своих собственных братьев Параси. Петухи, одна из лесных деревенек, семь дворов да водяная мельница на быстрой лесной речушке, стала первой жертвой. Прибывшие гоблины-погонщики, коим вменялось в обязанность забрать у землепашцев предназначенный к продаже хлеб, не нашли в селении ничего живого, только пятна высохшей крови, да видимые для эльфов застывшие смертные тени. Над теми местами, где людей настигла гибель, не осталось ни обглоданных костей, ни скорбящих душ. Враги пожрали и уволокли все, и плоть, и то, что превыше ее. Темные эльфы встревожились. Они привыкли отвечать ударом на удар. Ихратий страшился даже император Эбина, но они отличались также осторожностью. Из зачарованного сердца Нарна, того самого места, которым другие эльфы, именующие себя светлыми или еще летними, в противовес темным, прозываемым также эльфами зимы, говорили не иначе, как с ужасом, отвращением и содроганием, и с сердца Нарна по одному двое границам отправились разведчики. Одним из таких и был Ирдис Ивалё. Именно ему выпало столкнуться лицом к лицу с неведомой угрозой. Он вступил в бой и не устоял, пришлось бежать, причем погоня следовала за ним неотступно, и густое тяжкое мариво чужой магии не давало эльфу даже передать весть сородичам. Его гнали на север и одновременно оттесняли к горам. Эльфы славятся неутомимостью бега, тем более Валё был в родных краях, где он знал каждый куст, овраг или тропку. Ему удавалось не подпускать преследователей особенно близко, но и оторваться от них он не мог. Железные горы северный предел Нарна неумолимо приближались, и эльфу оставалось лишь утешать себя тем, что он увёл врагов за собой и тем самым, возможно, спас жизнь не одному сородичу. Однако даже Ирдис, эльф-странник, разведчик, выносливый, точно взламывающая камни трава, не выдержал этой безумной гонки. Силы начали покидать его, он переставал чувствовать уже и сердце родного леса, чего с ним не случалось даже в далёком кинте. И вот он жадно пил, не заботясь об изяществе движений и элегантности позы, пил, словно дикий зверь, потому что подобно тому же зверю ощущал погоню у себя за плечами. Хрипло вздохнув, эльф заставил себя оторваться от воды. Поправив колчан, он перемахнул на другой берег ручейка. Прыжок вышел тяжёлым, натужным, совсем непохожим на его всегдашнее лёгкое, почти невесомое движение. Бежать, бежать, снова бежать, надеясь, что на сей раз ему удастся опередить погоню, и он окажется у потаённого камня раньше преследователей. Пока что им вполне успешно удавалось отрезать ему дорогу к нему. «Эрх», сказали ему из кустов, вроде как даже с насмешкой. Эльф замер. Руки сами тянули стрелу из колчана, сами набрасывали её на тетиво, руки, они отказывались понимать, что всё это более чем бесполезно. Вурррр, донеслось с другой стороны. Эльфу не требовалось поворачиваться, он и так умел видеть всё вокруг себя, не довольствуясь обычным зрением. Не дрогнула ни одна веточка, не хрустнул ни один сучок. Враги надвигались бесшумно, голос они подали, лишь желая показать жертве. Они пришли, они настигли его. Неужто вся погоня уже здесь? Нет, кажется, нет. Эльф не чувствовал сомкнувшейся петли. Похоже, против него оказалось всего две твари. Правда, и этого достаточно. Белая стрела мелькнула в воздухе, эльф не промахнулся, он не промахнулся ни разу и до этого, без всякого результата. Он мог утыкать врага стрелами точно ежа, однако это бы лишь немного задержало преследователей. Рычание стало яростным, враг приходил в бешенство не от боли, эльф подозревал, что никто в этой чудовищной погоне вообще не чувствовал боли, а от того, что ему кто-то посмел оказать сопротивление. Эволюс сделал обманное движение, надеясь прорваться мимо засевших кустах чудищ, однако те, похоже, за время охоты тоже кое-чему научились. Они кинулись на него с двух сторон, словно только этого и ждали. Волна ледяного холода накрыла эльфа, неодолимая сила сшибла с ног, он покатился по земле, так и не выпустив из рук бесполезное сейчас оружие. Встать, встать, сразиться и умереть. Темные эльфы эльфы зимы не сдаются, когда отступать некуда, значит, пришло время умирать. Доблестно сражавшиеся и не бросившие оружие, быть может, возродятся в иных лесах, в иных мирах, под другими солнцами, чтобы и там свершать вековечный круг жизни, сражаясь со смертью, до тех пор, пока тьма не смежит их глаза. Он ощутил бросок врага, пульсирующий касание холодного трепещущего нечто, ощутил ледяные незримые клыки с легкостью, пронзившие его защиту, защиту из чар нарна, дрожь, отчаяние, кровь, что останавливается в жилах, обращаясь в ядовитый лед. Эльф закрыл глаза и наяву увидел раскрывающиеся небеса и вершины деревьев, готовых простереть над погибающим эльфом свои величественные раскидистые кроны. Эгегей! Гойда! Хэйя! Внезапно раздалось совсем рядом, и это ничуть не напоминало утробное бестелесное рычание преследователей. Холодное покрывало уже окутавшее эльфа внезапно лопнуло. Через прорехи хлынул обжигающий ливень, небеса закрывались, извергая из своей утробы потоки пламенеющего дождя. Рычание в кустах сменилось неистовым воем, в котором, однако, чувствовалось куда больше разочарования, чем предвкушение добычи. Сошедший с небес огонь обращал в ничто холодную пелену. На смену предсмертному оцепенению приходила боль. Наверное, подобная той, какую испытывает молоденье с выталкиваемой из теплого и ласкового материнского лона в большой мир, к жизни и неизбежной гибели в конце пути, ибо никто не бессмертен, ни эльфы, ни даже боги. Боль смяла и снесла защитные слои эльфийской магии, до последнего прикрывавшей самое естество перворожденного. Понимая, что на сей раз бороться бесполезно, эльф отдался безжалостно поволокшему его потоку. А потом до его сознания донеслись голоса. — Мэтр, ну зачем нам возиться с этим безнадежно дохлым эльфом? — Поосторожнее в выражениях, Сугатор. Не забывай, что мы в Нарне. — Мэтр, забудьте. Меня здесь все знают. Если я вижу дохлого эльфа, я так и говорю, и никто на меня не обижается. Потому что дохлый эльф, да простят меня потаенные камни Нарна, ничем не отличается от дохлого, к примеру, гнома, или орка, или человека. — Не замечал за тобой раньше такого неуважения к мертвым, Сугатор. — Хи-и, Мэтр, о чем вы? Смерть нельзя уважать. Она всего лишь жалкая грязная нищенка, клянчащая подаяния. Вни ее как следует. А когда наступит твой час, просто закрой глаза и уйди, не разговаривай с ней и не смотри в ее буркало. Так говорят у нас в горах. — Не слыхал тебя такого, друг, гном? — Ты, друг Орк, от меня еще много чего не слыхал. Ну что, взрывать этого молодца нельзя. Придется тащить к потаенному камню, а камень нет, пока ищешься ищешь. Говорившие обращались друг к другу на причудливо искаженном людском диалекте империи Бин. Странная компания, успел подумать эльф. Человек, гном и орк. Здесь, в нашем Нарне. Или это враги, сумели так хитро перекинуться? Стойте! Он приходит в себя. Внезапно и резко сказал человек холодным сильным голосом. Да ну, поразился гном. Репкий какой. Я уж думал все, отплыл свои леса искать. Ирдис и Валюс сделал над собой поистине запредельное усилие и открыл глаза. Над ним склонились трое. Точно, человек, гном и орк. В потрепанных грязных плащах гном и орк вооружены до зубов. Человек тоже носил меч у пояса, но при этом он опирался на длинный посох, явно посох мага, с округлым янтарно-желтым каменным навершием, без всякой резьбы или эмблем. Посох был черным. И эльф от удивления на миг даже забыл про боль, попытавшись приподняться на локте. Его не занимал вопрос, что нужно темному магу в Нарне. Эльфы этого края, как известно, сами прозывались темными. Куда более удивительно было другое, откуда здесь вообще взялся темный маг, если о них уже давным-давно забыли и в куда более мрачных, нежели Нарн-местах. «Лежи смирно», проворчал волшебник, откидывая капюшон, и тут эльф увидел, что чародей еще совсем молод. Правда, коротко стриженные волосы его успели стать белее снега. «Лежи, не дергайся, не хватало тебе и впрямь помереть сейчас, после того, как мы отогнали эту парочку». «Какую пара...» голос Ирдиса и Валю пресекся. «Это уж тебе лучше знать, какую», мрачно пошутил чародей. «Да нельзя отвратно, скажу я тебе». «Вот именно», поддакнул гном. «Я аж света белого не извидел, едва их почуял». Ирдиса не оскорбила фамильярность человека, хотя вообще темный эльф отличался гордостью и, честно говоря, недолюбливал людскую расу, несмотря на то, что провел среди людей немало времени. «Ты видел? Видел их?» выдавил из себя эльф. Черный маг покачал головой. «Нет, и не думаю, что их кто-то вообще способен увидеть». «Я видел», оскорбился Ивалю, «я стрелял, я попадал». «Ты стрелял и попадал в миражи, созданные твоим собственным страхом», усмехнулся чародей. «Эти твари способны представиться кем угодно. Впрочем, кое-какой ущерб они от твоих стрел потерпели, иначе мы с тобой бы не разговаривали». «А откуда они?» Маг досадливо дернул плечом. «Очевидно, это означало не знаю». «Вот это у тебя спросить надо. Снова влез гном. Тебя не гнали, не нас». «Угоди, сугутор». Орк протянул громадную лапу, тронул гнома за плечо. «Не стоит сейчас, помолчи, нарм как-никак». «Сугутор?» Кирдис сдвинул брови, стараясь разглядеть лицо гнома. «Ты? Тот самый сугутор?» «Тот самый», насмешливо поклонился гном. «Что с того теперь? Мне нельзя больше переступать границы нарна?» «Совет не принимал такого решения», ответил Ивалё. Боль отступала, он вновь чувствовал магию потаённых камней. Это придавало уверенности. Гном сугутор был известен в нарне как отличный наёмник. Тёмные эльфы зачастую прибегали к оплаченным звонким серебром мечам, когда дело почиталось недостойным чести воина со знаком потаённых камней на груди. «Тогда я думаю, здесь найдётся местечко для меня и моих друзей», продолжал болтать гном. «Нарну ведь принимает изгоев, не правда ли?» «Если совет сочтёт их полезным делу Нарна?» По инерции ответил Ирдис Эвалё давным-давно затвержённой фразой. «Нарн давал убежище, но, конечно, далеко не всем. Персональным врагам волшебницы Меганы, например, здесь сделать было нечего. Даже владеющие силой потаённых камней не дерзали связываться с хозяйкой волшебного двора». «Погоди, Сугутор, вступил в разговор чародей. «Рано говорить об убежище. Почтенный, не знаю твоего имени». Ирдис Эвалё «Почтенный Ирдис Эвалё, мы действительно ищем убежище в Нарне, но сперва тех, кто преследовал тебя. Мы отогнали их, но не уничтожили и почти ничего не видели, но я не сомневаюсь, что это лишь малая часть какого-то вражьего сонма. Откуда он взялся и что он такой, я пока не понимаю, но и того, что я почувствовал, вполне достаточно, чтобы сказать Нарну в большой опасности. Не знаю, какое чародейство сможет по-настоящему повредить этим тварям, точнее, какое из стихийных. Тут же поправил сам себя волшебник. Думаю, обо всём этом есть смысл поговорить с вашим советом. Ты можешь идти? Ты можешь отвезти нас туда? Ирдис попытался подняться. тело слушалось ещё плохо, но сила потаённых камней уже смывала боль, точно вода засохшую грязь. Я могу отвезти вас к поляне ожидания. Обычное дело. «Ты хочешь везти на сердце нарна с этой тёплой компанией за плечами?» неожиданно заговорил орк. Называвшие себя светлыми, эльфы давно и свирепо враждовали с орками. Тёмные из нарна случалось, дрались с ними, потом мирились. Случалось орки волчьих островов, охотники за добычей появлялись в наёмных отрядах нарна. Тёмные свыклись с ними, даже, пожалуй, сжились, но не более. И уж, конечно, никогда бы не потерпели от орков никаких советов, равно как и вопросов. «Не стоит показывать сейчас свою гордость, эльф!» холодно произнёс волшебник, и это несмотря на то, что лицо Ирдиса и Валё после слов орка осталось совершенно бесстрастным. Он был прав. Усилием воли Ирдис заставил гнев отступить. Мой спутник и друг Прат задал хороший вопрос. Глядя прямо в глаза эльфу, на что, кстати, отваживались немногие люди, проговорил чёрный маг. Я бы постарался ответить на него как можно серьёзнее. Он слегка приподнял посох и разжал пальцы. Отполированная чёрная древка скользнула вниз, острый конец вонзился в землю и валё услыхал сдавленное змеиное шипение. Нас подслушивали, заметил чародей. Змей где? Потешно подпрыгнул на одном месте гном. Терпеть их не могу, раздуви её прад. Волшебник медленно поднял посох. Ердис ожидал увидеть нанизанное на остриё серо-чешуйчатое змеиное тело, но нет, наконечник посоха был пуст, и лишь холодное сероватое свечение, исходившее от него, свечение, пропитанное чарами гнили, распады и разрушения, яснее ясного сказала эльфу, что маг не промахнулся. Кто это был? Вырвалось у Ирдиса. Я знаю об этом не больше тебя, пожал плечами маг. Его спутники, гном и орк, уже давно стояли с оружием наголо. Некое магическое существо, правда, совершенно незнакомого мне вида. Мой посох ему не слишком понравился, однако же не убил и не изгнал из этого мира. Драка с такими может выйти жарко, особенно, если эти создания навалятся все «Тогда я, в свою очередь, должен задать тебе вопрос», медленно проговорила Валю, откидывая с олба слившиеся волосы. «Они долго гнали меня, я бежал, рассчитывая лишь на помощь нашей магии, магии Нарна». «Или магии потаенных камней, если говорить прямо», ввернул гном. Эльфу пришлось довольствоваться лишь гневным взглядом, который наглый гном предпочел попросту не заметить. «Рассчитывая лишь на магию Нарна», с нажимом произнес эльф, «И вопрос мой, как ты думаешь, темный маг, Нарн сумеет их остановить, или мне лучше увести тварей подальше от родных мест с тем, чтобы там...» Голос его неожиданно дрогнул. «Не надо поспешных решений», заметил волшебник. «Ты опасаешься, эльф, что потаенные камни не смогут защитить тебя, твои преследователи причинят им вред?» Эволю молча кивнул. «Я ничего не знаю о потаенных камнях», признался некромант, «И на твой вопрос ответить не смогу. Но замечу, что драться возле источника силы, неважно какого именно, мне будет гораздо легче. Решай, эльф, решай быстро. Поведешь ли нас на поляну ожидания или к одному из потаенных камней? Или же мы просто расстанемся тут, предоставив друг друга нашим собственным судьбам?» Больше всего на свете эльфу хотелось сказать «Да, предоставим». Холодная сила волшебника его просто пугала, и, наверное, Ирди Савалё так бы и поступил, если бы с кустов не потянуло внезапно ледяным пронзающим холодом, уже ставшим привычным для уставшего от непрерывной погони эльфа. «Решай быстрее, эльф!» Мак оглянулся, глаза его недобро сверкнули. «Решай, они вот-вот будут здесь». «Может, хоть поглядим на них наконец-то?» кмыкнул гном. Казалось, ему мало только что закончившейся схватки. «Не советую тебе глядить на них, брат гном», заметил орк по имени Прат, и Валёне удержавшись согласно кивнул. «Мы пойдём к потаённым камням», наконец выдавил из себя эльф. Всё его существо протестовало против этих слов, но холодный страх всё-таки пересилил. Как бы то ни было, гордый разведчик и воин Нарна отнюдь не хотел умирать, и больше всего на свете. Он боялся признаться в этом даже самому себе. Угнаться за Эрдисом Эвалё оказалось непросто даже могучему Праду. Эльф не шёл, а будто бесшумно скользил по воздуху, не замечая ни корней, ни коряк, коими изобиловало то подобие тропинки, по которой они пробирались. Мугрюмый Нарн нависал над ними, давя на плечи словно тяжкая ноша. Лес не отрывал от трёх пришельцев своего холодного изучающего взгляда. Казалось, ему нет никакого дела до одного из своих чад. Кирдис ведь так и не получил помощи, а вот человек-гном и орк его неожиданно заинтересовали. Впрочем, здесь едва ли уместно было слово «заинтересовали». Лес не оставлял без внимания ничего из происходившего в его пределах. Ирдис несколько раз оглянулся. Он постоянно отрывался от путников, устало спотыкавшихся на тех местах, что эльфу представлялись совершенно ровными. «Эй, погоди!» — наконец не выдержал Сугутор. «У меня брилка сейчас звоит от голода. Если я немедленно не поем, можете меня хоронить». Фесс в душе был совершенно согласен с гномом. Их собственные припасы кончились на третий день пути через Нарн. А добыть в зачарованном лесу им ничего не удалось, несмотря на похвальбу гнома и проклятия Прадда. Последняя схватка с неведомыми тварями потребовала всех сил без остатка. Ни гном, ни орк, как обычно, не задали Фессу ни одного вопроса. «Если мэтр сочтет нужным, он сам все расскажет». Эльф, судя по всему, прям-таки умирал от желания вытянуть из своего спасителя все мыслимые подробности. Но ему приходилось смирять свое любопытство. Тропа вела дремучими черными барами, карабкалась по крутым валам, оставляя позади темные маховые туши дремлющих болот. Эльф уверенно шел на юго-запад, в самую глубь Нарна. Однако Фесс не мог не чувствовать известной неуверенности их проводника. Ирдису по-прежнему очень, очень, очень не хотелось вести черного мага к самому средоточию силы Нарна. Сугутор шагал перед Фессом. Прат замыкал шествие. Обычный их походный порядок. Маг тяжело опирался на посох. Путь через Нарн требовал от него не только телесных усилий. Глубокие вибрации силы, рождавшиеся впереди в глубине великого леса, отзывались болезненной дрожью во всем его теле. Избавиться или защититься от этой боли он не мог. Слишком велика была мощь леса, слишком стара и уверена в себе, слишком привыкла она играть с неведомой силой, незнамо как оказавшаяся здесь, в ее распоряжении. Чтобы обращать внимание на боль какого-то ничтожного смертного. И не стоило раздражать неведомого хозяина этих мест даже своей попыткой защититься, тем более, что хозяин, увы, не существовал в обычном смысле этого слова. Ирдис пропустил слова Сугутора мимо ушей. Знай, шел себе и шел, словно пытаясь хоть этим залечить уязвленную гордость темного эльфа. Эти трое видели его слабость, его бессилие, они спасли ему жизнь. Не надо было обладать даром чтения мыслей, чтобы понять, что творится сейчас у него на душе. Прат за спиной Фесса что-то злобно проворчал сквозь зубы. Не слишком лицеприятное об эльфах вообще и именно об этом эльфе в частности. Поступок более чем неразумный, если учесть, где они сейчас находились. Неясыть напрягся. Однако Великий Лес то ли попросту не обратил внимания на возмущение одного ничтожного муравья в своих пределах, то ли счел за благо до времени не выказывать своего возмущения. В Академии о нарне рассказывали всякое и правду, и отчаянные небылицы. Болтали о сказочной красоты дворцах и о темных пещерах, о домиках-гнездах на вершинах высоких, поднимавшихся до самых облаков деревьев, шепотом передавали наидостовернейшие сведения о скрытых лесом древних руинах, где забытые всеми лежат сокровища, награбленные еще старыми хозяевами Эгеста, некогда молодого разбойничьего королевства, еще не распавшегося на десятки мелких и мельчайших герцогс, граф и баронств. Мелькали в рассказах ведьмы, упыри, волшебники-самоучки из тех, кто не смог или не захотел стать студиозусом почтенной Академии Высокого Волшебства. Нарн в потоке этих рассказов представал истинный терро-фантастика, землей сказок и чудес. При этом почему-то никому не приходило в голову поинтересоваться, как же там все обстоит в действительности у самих темных эльфов, кои всегда имелись в среде Акалитов Ордоса. Увиденная Фесса слегка разочаровала. Не было никаких небеса подпирающих деревьев. Да, сосны еле здесь оказались куда выше, чем в иных местах. Но все-таки не настолько, чтобы дотягиваться до облаков. Да, все здесь выглядело мрачнее, чем, к примеру, в тех же лесных кантонах. Здесь обитала незримая для простых смертных сила, но ничего из поражавших воображения студиозусов вещей Фесс тут пока не увидел. — Эй, Эй, Ирдис, ну так что насчет пожрать? — взмолился тем временем гном. — Ей-ей, взлой сейчас сголодухи. — Уже ли у тебя там ничего не завалялось за блесники? Эльф остановился, неспешно повернул голову, в упор взглянул на осекшегося Сугутора. — Какая тут тебе еда, гномя, прошипел Ирдис. — У нас за плечами смерть. Точнее, даже не смерть, а нечто похуже смерти. И как можешь ты? — Ох, 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 напомнился Сугутор, выразительно поигрывая топором. — Хуже смерти, дрожайший эльф. Да не затупится вовек твои уши. Может быть, только голодуха. Сречь смерть голодная. И вот она-то меня как раз сейчас и настигнет, куда раньше этих самых врагов. — Жрать я хочу жрать и весь сказ. — Погоди, Сугутор, эль, что дело говорит? — вступил в разговор орк. — Да жатвыли нам сейчас. Эль, ты не понял, что надо к потаенным камням успеть прежде, чем нас дикая охота скорчит? — Как ты сказал? Неясыть невольно отвлекся от черных мыслей. Дикая охота? Человечие скелеты верхом на конских костяках, скачущие по небу? Эта самая дикая охота довольно подробно описывалась в книгах по некромантии, но сейчас Фесс не чувствовал в преследовавших маленький отряд врагах ничего даже отдаленно похожего. Орк ухмыльнулся, обнажив отменные белизны клыки. — Никак нет, Мэтр, совсем не то же самое. Про ту охоту небесную мы на Волчьих островах не понаслышке знаем, поверьте уж. Видели мы эту охоту, во всех видах видели, да и не только видели, а чароденники наши даже отпор давать научились. — Кхм, не удержался эльф. — Ух что? Прад пожал могучими плечами. — Как оно все и было. Кого хор у нас на островах спроси? — Не отвлекайся, строго сказал Фесс. Так что это за дело с дикой охотой, которая на самом деле не дикая охота? Прежде чем ответить, Прад несколько раз оглянулся, словно рассчитывая обнаружить эту самую охоту прямо у себя за плечами. — Дикой мэтр, дело то все в том, то видел я три раза эту дикую охоту, дома еще, на островах и запах ее. Эм, нет, не запах. Прад скорчил гримасу, пытаясь подобрать нужное слово. — Короффи, след, тень, не знаю, сдался он наконец. — Пропусти. Нетерпеливо бросил Фесс. давай, Прад, к сути, пожалуйста. — К сути, мэтр, как есть. К самой сути и подбираемся. Так вот, сродни они друг другу, вот именно следом своим, который не есть след или тенью, которая вовсе не тень. Сродни, но не более. Как у нас говаривают, все родство пива из одного ковша пили. — Из одного ковша, стрял со своими сомнениями гном, хотя его мнения никто не спрашивал. — Можно подумать, ты сам с ними вражничал. Прад только оскалил клыки, досадливо затряс головой, мол, что с тобой говорить пустоголовым? — Из одного ковша пили. — упрямо повторил орк, переводя взгляд на Фессу. — Виноват я, мэтр, только сейчас сообразил, что к чему. — Ну, хорошо, сказал неясыть. — То есть, как тебе надо понимать, что на наших сегодняшних приятелей может подействовать то же, что и на вашу дикую охоту? Орк несколько раз кивнул. — Именно так, мэтр, именно так. — А ты можешь что-то из вашей магии вспомнить? — спросил Фесс. — Владеешь чем-нибудь? — Владеть то владею, но... Прат виноват развел руками. — Вход пустить не могу, тут не могу. Сразу поправился он, глядя на сдвинувшиеся брови Фесса. — Это ведь Норн, сами знаете, мэтр, тут чужую магию не больно любят. Вам они преград поставить не могут, силенки не те, а вот мне запросто. — Да что ты такое несешь? — снова возмутился эльф. — Силенки не те. Да Норн великий, если хочешь знать, может... — Тогда что же он эту охоту, что за нами пустилась, назад не завернет? — ухмыльнулся орк. — Что ж твой лес тебя ей на съедение бросил? От лица эльфа и без того непочеловечески бледного отлила последняя кровь и глаза опасно сузились? Фест не успел даже рта открыть, а между Прадом и Валёш шариком живой ртути вкатился гном. — Эй, хорош, хорош, спорщики! Ты, почтенный эльф, давай дорогу показывай, так уж и быть, на ходу пожую, крышок какой, а то нам до твоих камней небось еще топать и топать, а погонь та она небось близко. Эльф едва слышно вздохнул, гася гнев. Как-то очень невесело покачал головой и снова вздохнул. — В том-то и дело. Неожиданно тихо сказал он, обращаясь к Праду и не трогаясь с места. — Лес не стал мне помогать, не дал защиты, и потому, кто знает, он опустил голову, устало махнул рукой. — Может, нам сейчас лучше разойтись? До потаенных камней немного уж осталось. Направление я вам дал, не собьетесь особенно. Эльф взглянул на молодого чародея. — Если ты, господин некромант, их сам почувствуешь, а мне, наверное, в другую сторону, тварей этих изнарно уводить. Наступило неловкое молчание. — Эй, ты что, брат Эльф, помирать никак собрался? — сполошился Сугутор. — Нет уж, ты это брось, мы с мэтром очень не любим, когда при нас кто-то умирает. Это, знаешь ли, вредит душевному равновесию. Вообще, хватит болтать. Внезапно побагровев, заорал гном да так громко, что с деревьев им на головы посыпались сухие листья. Пошли, подборкой шахтной не стой. Как ни странно, Эльф выслушал запальчивые слова и вопли Сугутора совершенно спокойно. — Ты не понимаешь, и вы все не понимаете. Лес всегда помогал нам. Когда не справлялись наши луки и мечи, в дело вступала его сила. И тварей подобных этим Нарн никогда не оставил бы без внимания. Ты прав, орк. Лес никогда не дал бы им разорвать меня, ибо этот враг превыше моих сил и моего оружия. Раз лес отказался от меня, не помог даже в малом, значит, мне пришло время умирать. Дерево сбрасывает листья, чтобы пережить холода, и лист не может сетовать, ибо таков порядок вещей. — А кто тебе сказал, что лес оставил тебя без он ведь вывел нас прямо к тебе. Это ли не помощь? Мы ведь могли пройти мили южнее или севернее. Эльф изумленно вскинул брови. Верный никак не мог смириться с подобной трактовкой помощи великого Нарна. Хватит! Наконец не выдержал Фесс. Идем, почтенный Ирдис, я даю тебе слово, пока мы живы, эти твари до тебя не доберутся. Только давай не будем вот-вот появится компания. Идемте же все, идемте, хватит пререканий. Фрат, рассказывай все, что знаешь. Слышал, брат, эльф, что мэтр сказал? Сугутор топнул на Ирдиса ногой. Он тебе свое слово дал, понимаешь ты, неразумный, слово некроманта. На скулах эльфов спухли и затвердели желваки. По бледному лицу вновь разлился румянец. Эволю быстро отрывисто кивнул и прежним легким упругим шагом устремился вперед, не то скользя по земле, не то паря над ней. Человек, гном и орк заторопились следом. А пожрать все ж небось стоило, раз уж все равно останавливались разговоры, разводили, пробурчал Сугутор, перекидывая топор с одного плеча на другое. Говори, не говори, а у брюхи-то как ни крути, пусто. Ему никто не ответил. Они продолжали путь еще несколько часов. Смерклось, и в руке эльфа холодным голубоватым светом засиял небольшой продолговатый кристалл. Тропа вспыхнула серебром, сапфировые брызги разлетались из-под ног путешественников, словно они шли по мелкой воде. Свисавшие до земли серые плети древесных мхов тоже светились голубым, но не столь ярко и более глубоким оттенком. То тут, то там, под корнями, в дуплах, в гуще ветвей над головами вспыхивали парные зеленые огоньки. Путников провожали внимательные взгляды чьих-то глаз. Квест дорого дал бы за то, чтобы узнать, какие существа там прячутся. Он не чувствовал обычных лесных духов или призраков. — Красиво у вас тут, — проворчал прат, озираясь по сторонам. Огоньки поднимались все выше, цепочки крохотных искорок тянулись вверх к вершинам деревьев, повисая там длинными блистающими гирляндами. Расстрескавшийся от эльфийского кристалла свет преображался в дивные бесплотные украшения. Лес словно извинялся за неласковый прием оказанной троице беглецов. Ирдис едва заметно пожал плечами. Потаенный камень близко. Его магия растекается окрест и, встречаясь с волшебством уважаемого некроманта, про себя Фесс удивился. Он лично не ощущал ничего схожего с тем, что испытал возле белого обелиска на самой границе Нарна с Железным Хребтом. Сейчас же он чувствовал только странный обволакивающий покой, весьма и весьма несвоевременный, особенно если учесть висящую на плечах погоню. — Так сколько еще-то идти? — ворчливо спросил гном. — Потаенный камень покажется сам, как только придет время. Эльф поджал тонкие губы. — Эх, все вы нырницы, мастера загадками говорить, рассердился Сугутор. — По-простому ответить не можешь? Нам, можно сказать, еще спину друг к другу прикрывать придется. — Что я тебе отвечу, бородатый? — оскорбился эльф. — Говорят же тебе, потаенный камень близко. К нему я вас привел, как обещал. Но вот когда он нас к себе подпустит, камень сам решит. — Хм, сам, проворчал гном, но дальше спорить не стал. Сгустилась ночь, легкий осенний ветер разогнал тучи, вызвездило щедро и ярко. Все четверо странников шагали уже с трудом, даже двужильный Сугутор. Прат хриплый зло рычал, переставляя свои колоноподобные ножищи. Пес тоже готов был уже махнуть на все рукой, упасть и уснуть прямо здесь, положив голову на древесный корень. — Еще немного, — почти умоляюще сказал Иргис. Походка эльфа тоже утратила легкость, глаза лихорадочно блестели. — Урак, силен, идет за нами, нам надо. Никто так и не понял, к чему клонил Эволео. Эльф не договорил, потому что в спины путником ударил точно секущий кожу кнут, высокий злобный вой, сопровождавшийся словно бы хлопаньем множества крыльев. Эльф замер как вкопанный, глаза расширились. — Нам конец, едва слышно выдавил он. Тут все набольшие, я их чую. Четверка застыла на краю глубокого, залитого тьмой оврага. Там впереди не сверкало ни одного огонька, столь щедро украшавших лес за спинами путников. Иззева оврага в лица странникам дохнула до нельза привычным и знакомым фессу ледяным мертвенным холодом, обычным признаком живой мертвичины. — Рванина, чтоб тебя перекосила! Гном с размаху влепил оцепеневшему эльфу звонкую оплеуху. — Иди, беги, птицы лети, беги-беги, если жить хочешь! Эльф пошатнулся с трудом устояв на ногах. Из разбитой губы по острому подбородку пробежала кровяная струйка. Однако, как ни странно, более чем сомнительное средство Сугутора подействовало. Ирдис и впрямь побежал. Сперва медленно, из последних сил, затем все быстрее и быстрее, словно обретя второе дыхание. — Эй, эй, не так скоро! — завопил мгновенно отставший гном. Вой за спинами четверки путников повторился, только на сей раз выло уже множество глоток. Сбоку, сверху, сзади. Вой раздавался повсюду, враги брали фесса его спутников в полукольцо, прижимая к глубокому и темному оврагу, куда молодому некроманту отчего-то очень и очень не хотелось соваться. Вой был совсем рядом, ледяной и надрывный, терзавший слух и заставлявший зажимать уши. Брат с проклятием остановился, вскинул наперевес секиру. Сугутор, что было мочи, потащил орка за собой. Из подкованных башмаков гнома клочьями летел вырванный мох. «Быстрее!» крикнул Фесс своим. Теперь он тоже ощущал впереди нечто, источник силы, сейчас неважно уже какого вида и каким еще наделенный свойствами. «Да шевелитесь же!» И он взмахнул посохом над головой. Янтарное навершие запылало словно маленькое солнце. Черная древка задрожала в руках Фесса, высвобождая накопленную мощь. Лес вокруг осветился мрачным оранжево-желтым заревом, серебристые голубые эльфийские огни погасли, точно задутые ветром. Тьма во враге заколебалась, раздаваясь в стороны, вдавливаясь в землю, словно бы отступая под натиском рвущейся из каменного навершия мощи. Только теперь путники увидели переброшенный через овраг узкий висячий мост. Паутинную сеть над пропастью, внезапно всем без исключения показавшейся истинно бездонной. Нити вспыхнули желтыми и оранжевыми сполохами, по мосту заструился холодный огонь. Тьма на другой стороне оврага послушно раздвинулась в стороны и неясыть увидел окруженный крепостной стеной четырех древесных стволов на небольшой округлой поляне выселся обелиск четырехгранный острый словно наконечник копья цвета густой запекшейся крови. Чем-то он напоминал тот другой белый на рубеже Нарна только был раза в три повыше. По граням его то и дело пробегали стремительные сполохи света. Камень жил. Его переполняла сила и Фессу на миг почудилась. Гранитные веки сейчас поднимутся и незрячие от века глаза впервые за много столетий взглянут на мир. Но горе тем на кого падет этот взгляд. Туда! К нему! Не своим голосом взвизгнул Ирдис первым бросившись к мосту. Паутина тревожно закачалась под ним. Нити натянулись и угрожающе затрещали а из оврага вверх потянулись словно в ожидании добычи темной отростки клубящегося мрака. Словно алчные щупальцы неведомого голодного зверя. Осторожно! Запоздало крикнул Сугутор, но мост под ногами Ирдиса стремительно расползался. Рвалась паутинная сеть, нити лопались, словно под незримым клинком. Эльф отчаянно рванулся вперед, подпрыгнул, как-то немыслимо, нечеловечески изогнувшись всем телом и повис, вцепившись в корень, что торчал из противоположного склона. Мерцающие обрывки паутины, кружась, словно сорванные листья, медленно опускались вниз, и темнота поглощала их один за одним. И вновь из непроницаемого мрака из-за спин путников, откуда куда не доставал бьющий из навершия посоха свет, раздался вой неведомой своры врагов, словно они видели все случившееся. Вой торжествующий, вой победный, словно скрывающимся во мраке тварям, оставалось теперь только насладиться мучениями полуживой, трепещущей вагонии жертвы. — Не уж нет, рано радуйтесь, — заорал Сугутор, становясь рядом с Праддом и поплевывая на ладони. — Дорогонько вам станет мной поужинать, смотрите, как бы сталью не подавиться. Тьма захохотала, издевательский смех несся из-за громадных стволов, с вершин деревьев, даже с неба, откуда чья-то громадная рука словно бы смыла одним движением все звезды. Сполохи света отбрасываемого посохом Фесса затрепетали точно под сильным ветром. Неясыть ощутил леденящий холод, ползущий от древка по его пальцам. Враги, кем бы они ни были, мгновенно нащупали его слабое место. Посох — источник силы мага, но в то же время и причина слабости. Умный и ловкий враг может воспользоваться посохом мага, словно тропинкой к его душе и рассудку, опьянить ложным чувством силы, заманить на зубучие пески миражей, после чего волшебника не нужно ни сжигать, ни замораживать в груди льда. Он сам оказывался в плену, в призрачном мире безнадежды на возврат и избавление. Орк и гном застыли, оружие на изготовку, однако никто из обступившего путника в полчища не торопился предложить им честный бой. — Эй, эльф, хватит там крячется, беги к своему камню, пока нас тут не схорчили. Не оборачиваясь, гаркнул гном. Фес тем временем опустил посох. Струившийся из навершия яркий свет стал блекнуть. А незачем было даром тратить силы. Врага явно не удастся отпугнуть, и здесь, в отличие от Орвесты, не воспользуешься любимой уловкой некромантов. Не поднимешь себе на помощь пару-тройку зомби. Сейчас молодому волшебнику было просто не с кем сражаться. Враг упрямо не показывался, а вот тьма в овраге. Уж больно это смахивало на отвлекающий маневр. Ирдис тем временем, обдирая руки, едва-едва сумел выкарабкаться из оврага и без сил растянулся на земле, словно преодолел самую меньшую отвесную стену в десяток человеческих ростов. Кэс в растерянности смотрел на потаенный камень. Красный обелиск гордо возносился над ними, пропоров податливую земную плоть, и не было ему никакого дела до каких-то там двуногих копошащихся не вдалеке от его подножия. Кто знает, для чего, для каких битв сберегалась сила потаенного камня? Каким врагам должна она была закрыть дорогу в Нарн? Пока же вторжение неведомой дикой охоты ничуть не обеспокоило колдовской монолит. Как, впрочем, и сам Нарн. — Идей, эльф! Жив ты там? — рявкнул прат, поигрывая секиры. — Жив аль нет, спрашиваю? — Жив! — донесся слабый ответ с противоположной стороны врага. — Скорее, чародеи, используй силу камня, иначе... — Легко сказать «используй», заорал в свою очередь Фесс. — Плевать хотел твой потаенный камень и на нас и на вторжение. Он не подпускает меня к себе. В самом деле, все усилия Фесса хоть как-то почерпнуть сил в неиссякаемом и бездонном колодце потаенного камня наталкивались на ледяную непробиваемую стену. Тот очень умел и искушенный в волшбе постарался оградить драгоценный источник от всяких там бродяг, почему-либо могущих и заглянуть куда не следует. И пусть даже этим бродягам приходится сейчас драться насмерть. Фесса ощутил, как вспотевшие от напряжения ладони начинают скользить по черному древку. Все уроки Дейнура ничем не могли сейчас помочь. Против них выступала не та дикая охота, о которой говорили манускрипты Академии, а нечто совершенно неведомое и невиданное. Однако враги медлили. Они не нападали и не уходили. Они давили одним лишь присутствием, четко и последовательно притворяя в жизнь девиз гильдии боевых магов, о существовании которой неясыть сейчас само собой ничего не знал. Побеждай присутствием! Бездействие становилось невыносимым. На той стороне врага Ирдис сумел таки подняться на ноги, шатаясь, подошел к краю врага, глянул вниз. Лицо его исказилось от омерзения. «Не туда!» взвизгнул он с неожиданным проворством отскакивая назад. «Не через овраг! Там, там!» Он потащил исколча на стрелу. «Сами знаем!» рявкнул гном. «Только интересно, как же нам перебраться? Я вот крылья что-то забыл себе отрастить, все знаешь ли, как-то недосуг!» «Чародей, выжигай овраг!» по-прежнему не своим голосом выкрикнул эльф. «Выжигай! В пепел, в прах! Это же... это...» рассказила гримаса неиздерживаемой ненависти и отвращения. Длинная стрела сорвалась с сетевы, впиваясь в затопивший ложбину мрак. Стрела еще в полете бесшумно обратилась в облачко черной пыли, сгорев мгновенным бездымным огнем. «Вот это да!» услыхал Фесс бормотание гнома. «И спереди и сзади, как сказала одна коза, когда из-за нее поспорили два пастуха. Один спереди ее хотел резать, а другой сзади соответств...» Занимательная история оказалась прервана самым неделикатным образом. Мрак во враге вскипел, словно вода в котле. Громадные пузыри вздувались и лопались, потянуло задхлым гнилостным смрадом. Черные щупальца клубком разъяренных змею стремились вверх по склонам, в один миг перехлестнув через края врага. Эвалё что-то выкрикнул, пустил еще одну стрелу, ее постигла судьба первой и бегом бросился прочь к алому обелиску. Ничего сделать он не мог, и даже его смерть ничем не помогла бы Фессу. Ничем, кроме, пожалуй, лишь одного, отдав некроманту те силы, что вырвались бы на волю в миг расставания души с телом эльфа. Мир раскололся надвое. Одна часть сознания Фесса судорожно пыталась отыскать пути к спасению, стремительно перебирая самые разрушительные убийственные заклятия известных ему разделов магии, в то время как другая внезапно вспомнила навязчивый, настойчивый шепот масок. «Найди мечи! Найди мечи! Найди мечи!» Мечи. Холод стали, извив травленного узора, шершавый Фесс в руке, тяжесть оружия. Нет, не то. Что-то властно толкнулось в его мозг, потянулось наверх, даже не из памяти, почти начисто опустошенной в тот миг, когда Фесс вступил в мир Ивиала, а, наверное, из того, недоступного никаким богам и магам дальнего астрала, где, говорят, оставляет свой отпечаток каждая мысль и каждое чувство, пережитое живыми, наделенными сознанием существами. Оттуда пришло странное видение. Меч, словно бы выросший из цельной ветки дерева, не вырезанный подобно детской игрушке, но именно выращенный, чья форма задана самим взрастившим его стволом. Меч, напоенный мощью, впитавший в себя силы бесчисленных зеленых ростков, крошечных и незаметных, но под натиском которых крошится и растрескивается крепчайший гранит скал и крепостных стен. Деревянный меч. И мель фэс застонал. Его словно пробила внезапная молния боли, возвращалась то, от чего он бежал. Хитрые маски. О, какие хитрые маски! Они понимали, что могут разрезать фэса на куски, запытать до смерти, испробовать на нем весь свой магический арсенал, которому он не сможет противостоять, но ничего не добьются. Память фэса была чиста, и в ней не сохранилось никаких воспоминаний о тех самых роковых мечах. Но воспоминания эти сохранились в другом месте. Фэс не знал, как оно называется, астрал ли, или как-то иначе, да это сейчас и не имело никакого значения. То, от чего он бежал, настигало его, и не оставалось ничего другого, как повернуться к врагу лицом и принять бой, пусть даже и самый безнадежный. «Хватит бежать и прятаться, от этого врага не убежишь, рано или поздно он настигнет тебя, и тогда силы окажутся еще более неравными». Все это верно. Всем и мастера говорить красивые слова и призывать к геройской смерти, а вот когда смерть сама смотрит на тебя своими волчьими буркалами, только у сказочных героев не трясутся поджилки и не уходит в пятки душа. Фесс судорожно сжимал в руке посох, однако по-прежнему не мог понять, что же ему сейчас собственно делать. Некромантия все-таки требовала известной подготовки, тем более здесь, в глубине Нарна даже и не пахло, пусть и старым, но все-таки кладбищем. Лес поглотил мертвые города двуногих, но Фесс и его спутникам не повезло. Поблизости ни одного не оказалось. Это только стихийные маги могут одним взмахом посоха сводить с небес разящие сети молний или поднимать ураганы. Это только кажется, что ты, умея заглянуть за самый край смерти, приобретаешь особую власть, становясь почти всемогущим и неуязвимым. И некого было обращать в прах до срока, подобно тому, как он поступил в Орвесте с воинами империи клешней. Враг теперь не сам пришел с той серой стороны и не страшился подобных заклятий. Фессово волшебство хорошо могло помочь против живых или мертвых, но не против тех, кто не относился ни к тем, ни к другим. Черные щупальцы перехлестнули через край врага. Сугутор яростно рубанул топором, сталь вспыхнула зелеными и голубыми сполохами, отсеченный извивающийся отросток толщиной с бедров эсса забился и затрепыхался под ногами гнома. «Рожи их, брат!» заорал гном, размахивая топором во все стороны. Не теряя ни секунды, орк присоединился к другу. Топор и секира заплясали в извечном своем танце. Железо теснило мрак и чернота на миг отступила, и прежде чем Фесс успел подумать, что победа далась слишком просто, особенно если учесть сгоревшие в воздухе стрелы эльфа, до его слуха донесся грубый многоголосый хохот. Так, наверное, могли бы смеяться зомби, умея не вообще смеяться. «Ловушка!» крикнул Фесс отчаянно взмахнув посохом. Навершенный камень вспыхнул было и тотчас погас, словно задутый ветром фонарь. Лес вокруг зашумел, затрещал, ветви древесных исполинов летели наземь, хотя воздух вокруг оставался неподвижен. Тьма была теперь со всех сторон, и оружие орка с гномом, как и положено, ничего не могло больше с ней сделать. Темная волна накрыла невысокого гнома с головой. Сугудор захлебнул с отчаянным воплем, брат продержался лишь на миг дольше. «Мечи, мечи, мечи!» ожил на миг в сознании чужой шепот. «А что они могут сделать? Что может сделать он сам?» «Как что?» услыхал он внезапно голос Ирдиса. «Используй силу потаенного камня, некромант!» «Значит, он добрался таки!» Земля содрогнулась. Нет, даже не содрогнулась, а словно бы просела под ногами Фесса, как будто чья-то громадная грудь выдохнула воздух из легких. Сквозь окружающий некроманта сумрак внезапно пробилось алое сияние. Это ожил, пробуждаясь от сна потаенный камень. Фесса с головы до ног окатила незримая ледяная волна, но не мертвящее холодное дыхание раскрытой могилы, а скорее порыв свежего северного ветра. Сила! Она здесь, она совсем рядом, и теперь ее хватит, чтобы превратить в оружие те заклинания, которые обычно он только хранил про запас, зная, что никогда не сможет им и воспользоваться, если только не будет стоять над дымящейся свежей кровью ямой с телами тысяч и тысяч замученных. Страшны заклинания истинной глубинной некромантии, и нет от них спасения. Эти чары пришли из самых древних томов, наверное, еще из арсеналов сородичей да и на ура. Никакой, даже совершенный и прошедший все стадии ученичества некромант не способен привести их в действие одной лишь собственной силой, только прибегнув к ритуальным пыткам и массовым жертвоприношениям. И те несколько заклятий из этого списка, что имели несчастье осуществиться в действительности, навсегда сделали само прозвание некроманта пугающим и отвратительным для большинства обычных людей. Мрак не рассеялся, он даже как будто сгустился еще сильнее, серыми призраками проступили скелеты древесных стволов, а за ними огненными тенями мелькнула вереница скачущих бешеным галопом людских костяков верхом на костяках конских. Свитые втуги струи пламя служило копьями, нагнув их, дикая охота во весь опор мчалась прямо на замершего Фесса. Кто знает, была ли это просто иллюзия, сознание ли Фесса придало надвигающемуся врагу хоть сколько-нибудь привычное очертание, или неведомый враг и в самом деле имел такой облик. Дюжина наездников, две дюжины растянувшихся над землей в стремительном беге псов, непривычных любому некроманту костяных гончих, а неведомых страшилищ, с длинными, вытянутыми вперед, словно у крокодилов нелепыми челюстями, многосуставчатыми когтистыми лапами, хвостом, словно у мантикора, увенчанным изогнутым костяным жалом, в котором неясыть даже отсюда чувствовал скопившийся зеленый яд. Зеленый яд? Стоп! Что-то уж больно похоже на тех ордовских многоножек, что вызвали памятный мор. Кажется, случилось это давным-давно, годы, если не десятилетия назад. Растерянность Фесса сменилась лихорадочным плетением заклятия. Он почувствовал сродство. Теперь он знал слабое место врага. Он мог ударить, тем более имея за спиной всю мощь потаенного камня. Но, сражаясь с многоножками, он имел рядом с собой Дейнура, да и белый маг Анетта, надо признать, годился не только показывать ярмарочные фокусы. Сейчас Фесс остался один против многократно более сильного врага. Память услужливо развертывала свитки и списки. Нужные заклятия творились словно сами собой. Он работал сейчас словно заведенный механизм. И первое, что он увидел, когда его чары начали действовать, был след. Четкий, ровный, с извивами. Очевидно, дикая охота петляла, преследуя Иргиса и Валё. И начинался этот след где-то в населенных людьми областях, в Эгесте, а отнюдь ни в каком-нибудь мрачном провале или на заброшенном погосте. Дикая охота была уже совсем близко. Ниясать видел и трепещущих призрачными крыльями ни то ящериц, ни то обретших ноги змей. Похоже, одну из таких тварей он проткнул своим посохом. Тогда некромант смог всего лишь отбросить врага. На этот раз все выйдет по-другому. Да, Ниясать не видел истока, не видел с самого начала той дороги, что провела дикую охоту сюда. Но этим он займется позже. Затыкать крысиные дыры будем после. Сейчас надо извести самих гадов, пусть даже они посвящены тьме. Эстрие посоха вонзилось в землю Нарна. Поток льющейся от потаенного камня силы запульсировал в такт ударом сердца некроманта. И когда Фесс произнес наконец слова повеления, от устремившейся по его приказу в бой мощи стало не по себе даже ему самому. На миг он словно бы взглянул сквозь плоть самого потаенного камня. Глаза обожгло сияние темно-алого кристалла, скрытого под многими слоями гранитной брони, а в следующую секунду посланная некромантом вперед сила столкнулась с силой наступающих. Нет, это были не молнии, столь любимые магами воздуха, не разящие каменные глыбы или тут же на месте созданные глиняные големы, оружие магов земли, не вихри полные ледяных игл, что пронзают любые доспехи, какими пользуются чародеи воды, и не волны всесожигающего пламени, к которым прибегают повелители огненной стихии. Фесс привел в действие мертвую плоть мира, ту самую плоть, откуда его сила изгнала все тонкие создания. На помощь некроманту шел прах. То, что некогда жило, но давно завершило свой путь, то, что еще помнило, каково это жить и умирать. Тьма стала на пути тьмы, сотканный из смерти щит столкнулся с из нее же выкованным мечом. И, подобно тому, как опытный мечник щитом отбрасывает слишком горячо налетевшего на него нерасчетливого противника, так оживленный словом некроманта прах отбросил, властно растолкнул в стороны почти сомкнувшееся вокруг фесса кольцо давящей темноты. Не твой, который он вроде как служил и где черпал силы, отражение той самой западной смерти, что пугало одно поколение магов Белого Совета за другим. Рты несущихся на молодого мага-всадников раскрылись в беззвучном крики. Огненные копья вздернулись готовые к последнему удару, но навстречу им неслись такие же точно воители в черной броне со столь же внушительного вида копьями, верхом на конях, что более походили просто на сгустки мрака. Неясыть даже помимо своей воли использовал принцип зеркала, врага ожидали его собственные двойники. На очистившейся от мрака земли рядом с Фессом лежали бесчувственные сугуторы прад. Ни тот, ни другой так и не выпустили оружие. Конные рати сшиблись, черные и огненные копья скрестились, и ночь взорвалась скрипучими воплями мертвых голосов. Защитники Фесса бились молча, дикая же охота не жалела глоток. Хотя, если разобраться, чем могли кричать лишенные языка гортани легких ходячей костяки. Мрак и пламя схлестнулись, слились, обращаясь в бешено терзающие друг друга вихри. Алые всадники разили врага своими копьями, но черным рыцарям это словно бы и не вредило. Другое дело, что каждый достигший цели удар отзывался Фесс с острой болью. А вот черные клинки не знали промаха, с налету рассекая доспехи и кости врагов. Копья темных воинов опрокидывали противников наземь. Копыт их скакунов дробили черепа поверженных, обращали в пыль ребра и хребты. Дикая охота продержалась всего несколько мгновений, атака Фесс сосмела ее всю без остатка. Неужели? Обессиленно подумал Фесс. Нельзя сказать, что он выложился весь без остатка, но попотеть таки пришлось, несмотря на помощь потаенного камня. Тьма из-за врага тоже исчезла бесследно, а куда, кто знает. На земле зашевелился, застонал Сагутор. Гномы, как известно, отличаются немалой устойчивостью к магии любого рода. Случается, что и пущенный в упор огненный шар лишь рассыпается искрами, не причиняя им никакого вреда. И на сей раз подземный житель оправился быстрее могучего, но не слишком привычного к колдовству Прадда. Ох! Милорд Мэтр, мы что, уже все умерли? А где же тогда вечный горн? Умерли. С трудом, переводя дыхание, ответил Фесс. Как есть, умерли, Сагутор. Сейчас вот нами твой вечный горн растапливать станут. Ум, Мэтр, не шутите так. Гном с кряхтением поднялся. Эй, брат, вставай, хорош щеки отлеживать. Все уже кончилось, Мэтр их перебил. Орк застонал, переворачиваясь на спину. Вставай, вставай, торопил друга Сагутор. Он, господин эльфом с того берега машет. Пойдем, пойдем, зеленый, пойдем, валяться будем, когда до камня доберемся. Орк неразборчиво вырвался и поднялся, сперва на одно колено и только затем выпрямился. Вид у него был более чем помятый. Скорее, скорее, донесся голос эльфа. Это было только начало. Ты чувствуешь их, некромант? Что? Вытащил глаза гном. Это было не все. Ой, вечный горн. Второго раза я не выдержу. Выдержишь, как миленький выдержишь, прорычал орк. Выть захочешь, выдержишь? Пошли, борода, что зенк-то выкатил? Только во враг ты первым полезешь, мрачно заявил Сагутор. Хорошо, хорошо, первым полезу. Милорд Мэтр, вы это давайте всередку. Пес выдернул из земли теплый после недавнего боя посох. В желтой глубине каменного навершия еще перемигивались, угасая мрачные багряные огоньки. Троица быстро перебралась через овраг, в котором не осталось и малейшего следа тьмы. Еще сотня другая шагов, и они очутились возле самого подножья потаенного камня. Зачарован обелиск уже закрылся, поток, лившийся оттуда на Фессо силой иссяк. На ощупь камень был очень, очень холодным, и где-то там, в глубине, под слоями гранита таилось истинное сердце зачарованного монолита, тот самый багровый кристалл, привидевшийся Фессо в горячке боя. Кристалл. Магия камней испокон веку, как и положено, числилась под разделом земного волшебства, однако в академии к знатокам магических свойств камня всегда относились с уважением куда большим, нежели к остальным мастерам земной стихии. Было что-то об этих камнях, кристаллах, какой-то слух. Почему же память доселе столь безотказная в этом мире сейчас не хочет служить? Ердис осторожно подошел, коснулся плеча. Глаза эльфа смотрели на Фессо с какой-то странной грустью. Так смотрят на друга перед расставанием, когда догадываются, что за разлукой может и не последовать встречи. — Ты сдержал свое слово, некромант, тихо проговорил эльф. — Я не думал, что такое возможно, не верил. Могущественная тьма, велики твои силы, но поверь мне, мои глаза не могут обмануться. Каждое твое заклятие, каждый твой успех, это просто еще один шаг вниз по ступеням ведущим. — Вот чего я терпеть не могу, эльфах? нагло влез в разговор Сугутор. — Как это вашу тягу к высокопарным словам? — Только что дрались насмерть. Нет бы там фляжку поднести с чем-нибудь покрепче, нет. Тут разговоры разводят, все пророчества каких-то да предсказаниях. Ах, и набили ж мне о не оскомину, еще когда вместе с твоими сородичами, Ирдис, я в замикампе хаживал. Эльф вздохнул. Казалось, он пропустил слова гнома мимо ушей. — Я не знаю, куда тебя поведет твой путь, но сдается, он ведет в ту тьму, которой страшимся даже мы, нарнийские эльфы, сами прозываемые темными. — Уши у меня вянут от этого эльфийского красноречия, — возмутился гном. — Хлебом не корми, дай попредсказывать, дай про великую тьму да вселенское зло порассуждать. Сугутур, наконец повернулся к гному Ирдис. — Ради великого леса, помолчи, вот тебе фляжка, берег на самый крайний случай, думаю, не разочаруешься и готовься к худшему, потому что действу еще не кончилось, мы отбили только первую атаку, больше не выигран. — А что же твой потаенный камень? — спросил Фесс. — Он закрылся. Я больше не чувствую его силу. А этот враг, скажу тебе безутайки, дорогой эльф, мне не по зубам. Если б не этот обелиск, мы бы не устояли. Рядом раздалась негодующая бульканье Сугутора. Гном крепко приложился к заветной эльфийской фляжке, но смолчать все равно не мог. Как это так? Его мэтр сам признается в том, что не справился бы с врагом без помощи какой-то там эльфийской каменюки. Потаенный камень подчиняется только лучшим волшебникам Нарна, сообщил эльф. Мне он не подвластен и сам решает, что и как ему делать. Славно, славно придумано, угрюмо бросил прат. Значит, нам осталось только сидеть и ждать, пока не дойдет вторая их волна? Если у тебя есть другие идеи, давай излагай, дернул щекуэльф. Пока эти бестии топчут землю Нарна, нам лучше дать бой здесь. Тут мы, по крайней мере, можем надеяться на помощь. Иначе остаемся здесь, слегка заплетающимся языком объявил Сагутор. Спасибо тебе, Ирдис, возвеселил ты меня. Славное пойло вы тут варите, славное. Зачем ты это сделал, нахмурившись, сказала ФФС. Чтобы напоить гнома, как правило, требовался добрый бочонок самого крепкого пива. Умирать так не в грусти, а в веселье. Противореча сам себе печально произнес Ирдис. Я умирать вообще не собираюсь, а если придется, так на трезвую голову. Не бойся, этот хмель проходит очень быстро, куда быстрее, чем того, быть может, хотелось. Уронил Ивалё. Несколько минут, и как рукой снимет. У гномов особенно. Их напоить, сам знаешь, дело нелегкое. Ничего, как доделать, дает мой добор им всем. Обычное оружие нам не поможет. Грустно усмехнулся Ивалё. Будь готов, некромант, будь готов. Может потребоваться все твое волшебство. Какое такое все, хотел было спросить неясыть, увидел выражение глаз эльфа, застывшую в них смертную тоску, особенно острую у этого народа долгожителей, и все понял и промолчал. Будь готов использовать для победы даже нашу смерть, сказал ему взгляд эльфа. Тьма бы побрала это ваше эльфийское самопожертвование. Зло подумал про себя Фесс. Меньше красивых слов и больше... Да, собственно говоря, чего больше. Чем мог помочь ему сейчас этот тонкий изящный обитатель Нарна с опустевшим колчаном за плечами и пустыми ножнами у пояса? Потаённый камень не подчинялся лесному стрелку. Всё, что Ирди смог сейчас сделать даже не для себя, для Нарна это, что называется, геройски умереть, дав Фессу возможность пустить вход в освобождающееся при смерти тело силу. Некромант в сердцах топнул ногой. Сам он никаких врагов, никакой второй волны пока не ощущал. Не ощущал ничего. Словно все его магические чувства в один миг отказались ему служить. Кругом негромко шумел лес. Неподвижные вечной глыбы памятником недоступному выселся прямо перед Фессом потаённый камень. Да уходил куда-то вдаль дурно пахнущий след уничтоженной дикой охоты. Прад уселся на землю, потянул завязки на заплечном мешке. Достал нечто вроде грубо вырезанной из звериного рога губной гармошки и заиграл. Немудрённая мелодия поплыла над землёй. Лес с неожиданной жадностью втягивал её, словно вынырнувший из-под воды ныряльщик, морской воздух. Ирдис вскинул было брови. Разумеется, утончённому эльфу с его привычкой к кефарам, арфам и прочему могли резать слух звуки орочей гармошки. Но минуту спустя и он невольно заслушался. прад играл плясовую, гармошка в его лапах гудела, завывала и взвизгивала, словно тридцать три голодных неупокоенных разом. Ногой орк отбивал ритм. Эфессу, словно наяву, привиделась толпа сородичей прадда в развивающихся меховых накидках, праздничных уборах на бритых головах, в гремящих многочисленных браслетах на мощных запястьях, сошедшихся в лихом танце, от которого дрожит земля. Никогда раньше ни ясать не слышал игры прадда, никогда раньше даже не подозревал о подобных талантах своего спутника. Губная гармошка казалась сейчас дикостью, хотя, с другой стороны, что еще делать в ожидании неизбежного боя, от которого ты не можешь уклониться и лучше, чем сейчас, подготовиться к которому ты не можешь тоже. Сугутор сперва было сморщился, но потом, как-то смущенно хмыкнув, полез за пазуху и выудил оттуда маленькую флейту. При виде ее у Фесса глаза едва не полезли на затылок. Что это еще за бродящий оркестр? И это наемники, солдаты удачи? Или на службу в академию принимали только при наличии умения играть хоть на каком-нибудь музыкальном инструменте? Не хватало только, чтобы к этому дуэту присоединился эльф. Но тут, как нарочно, где-то за недальними деревьями глухо взвыли рога, и земля ощутимо заколебалась. Не задрожала даже, а медленно поднялась и опустилась. Опустилась и поднялась. Вновь взвыл ледяной ветер, Эфес невольно поднял руку, прикрывая лицо. С ветром донесся крик, алчный и злой нечеловеческий выкрик наподобие приказа к атаке или что-то вроде этого. Хотите узнать, что было дальше? Перейдя по ссылке, вы сможете услышать продолжение книги. Продолжение следует... 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 ночь... прошла... безо всяких... происшествий... с Дикой охотой... если только эту... нечисть... можно было так называть... они покончили... явившийся призрак... навсегда был изгнан... из этого мира... оставалось только... отдать последний долг... Погибшему и можно было идти искать других хозяев угрюмого волшебного леса. Фесса в самом деле рассчитывал остаться тут на какое-то время, пока не восстановит силы. О том, кто обращался к нему и что значат эти слова, он думать себе запрещал. Однако утро, не по-осеннему теплое, хотя и бессолнечное, принесло новые вести. Лучи света едва пробились сквозь плотные серые облака, как невдалеке за деревьями Фесс услышал негромкую и печальную песнь звонкого рога. — Эльфы! — вскочил на ноги Сагутор. — И где же-то они, паршивцы, прятались все это время? Скажите вы мне на милость! — Привести себя в порядок, — скомандовал Фесс. — И не надо держать наперевес секиру, прат. Мы ведь просим здесь убежищу. — Мэтр дело говорит, — поддакнул Сагутор. Сам гном поспешно спрятал оружие. — Гордые они ведь тут! Ох, какие гордые! Могут и не понять, или понять неправильно. Утыкают стрелами только так за милую душу, а потом уж разбираться станут. Орк нехотя повиновался. Правда, клыки его остались вызывающе торчать наружу. — Че зуб-то на просушку вывесил? — буркнул гном. — Смотри, как бы не пообламывали! — Сперва пусть мне шею сломают. Тогда только и до клыков доберутся! — возмутился орк. Для его сородичей клыки были и оставались предметом гордости. — Хватит вам! — оборвал своих вечно припирающихся спутников Фесс. — Вот они, уже совсем рядом! — Печальный рог запел вновь, на сей раз совсем уже близко. Над черной землей быстро сгущался туман, весь жемчужно-серебристый, словно бы светящийся изнутри. В небе медленно разливалось зеленоватое зарево. Стали видны окружающие поляну деревья, и, о чудо, они и в самом деле оказались небеса подпирающими. Вершины поднимались высоко-высоко, теряясь в травянистого цвета облаках. Пышные кроны сливались, ветви переплетались, образуя там наверху настоящие дороги и тропы. В обхвате эти стволы никак не уступали крепостным башням. Спрашивается, когда Фесса обманывали его глаза? Сейчас или все время пути через эльфийский лес? Нарн изменился. Изменился и впрямь по волшебству. Словно рог лесных стрелков в один миг заставил сбросить маскарадный костюм. И лишь надеть его, кто знает. Там, где совсем недавно тянулся зловещий, тьмой залитый овраг, теперь пролегала широкая просека. Настоящая дорога. В мягкой изумрудной полутьме мелодично позвякивали колокольцы. Над землей плыли неясные огоньки, словно факелы в руках идущих. Рог пропел в третий раз, и пелена с глаз Фесса спала окончательно. К ним приближалась великолепная кавалькада. Плавным шагом шли невиданные звери, напоминавшие львов, только гораздо крупнее. Самую большую лошадь. Громадные лапы бесшумно ступали по покрытой опавшими листьями земле. Пасти оскалены, белые гривы в стопорщины, словно шерстью разъяренных котов. Верхом на львах ехали всадники в черном и зеленом, гордо неся великолепные копны волос, ничем не уступавшие львиным гривам. Эльфы Нарна совершенно не походили на тех, кого Фесс привык встречать в своей академии. По крайней мере, ничего похожего на подобные прически он не видел. Шевелюры доходили до середины спины, а объемом могли поспорить с копной сена. Впереди кавалькады бок о бок ехали двое, всадник и всадница, оба с тонкими серебряными цепочками в волосах. Фесс заметил, что никто из них не держал на виду оружие. — Что же это получается? — пробормотал Сугутор. — Они все это время где-то рядом были. Смотрели, значит, как мы с Энтой дикоохотой управимся. — Молчи! — коротко пихнул его в бок Пратт. Садники спешились. Примерно дюжина других эльфов осталась позади, не покидая сёдел. Белые львы глухо рычали, мотали головами, шумно, словно напоказ принюхивались. Верно, запах незнакомцев им не слишком нравился. Особенно плотоядно они косились на Пратта, так что орк даже заскрежетал зубами и потянулся к Секире. Теперь же настала очередь Сугутора утихомиривать спутника. Фесс шагнул вперед, демонстративно опираясь на посох, поклонился. Поношенный, перепачканный грязью плащ волшебника распахнулся. Взором эльфов открылся висящий на поясе некроманта меч. Тот самый, так странно вымененный в придорожной кузнице, на клинке которого запечатлены были неведомые руны. Наследство неизвестного рыцаря-охотника за нечистью. Кстати, Дейнор никогда не упоминала таковых. Казалось, прямо-таки приковала к себе взгляды эльфийки. Ее спутник напротив смотрел Фессу в глаза, спокойно, серьезно и с некоторым уважением. Но в глубине взгляд лесного воителя был холоден, как вечная полярная ночь на северном клыке. — Приветствую, о высокочтимый! Первым, как и положено, гостю произнес Фесс. — Мы изгнанники, ищем убежище, мы... — Я знаю, — сказал эльф. Голос у него оказался неожиданно высоким, почти что женским. — Стража известила меня о вашем появлении, как только вы спустились с железного хребта. — Я знаю тебе все, некромант, и о тебе, зеленокожий, и о тебе, сугутор-наемник, и о судьбе Орвеста мне тоже все известно. Как известно и о том, что наследство Солодорца после стольких лет бездействия наконец-то пробудилось к жизни, на горе всем жившим и живущим. И что жизнь в него вдохнула ваша спутница. Голос эльфа зазвенел. — И потому... — Нам не будет места в Нарне, — встрял сугутор. Ноздри его гневно раздувались, брови сошлись над переносицей. — Я этого не сказал, — покачал головой эльф. — Ты, сугутор, как известно, давно уже собственной кровью оплатил право тут находиться. Неужели ты думаешь, что мы, эльфы Нарна, вот так просто сделаемся клятво преступниками? — Но об этом мы поговорим позже. — Айлин, что ты скажешь? Предводитель повернулся к своей спутнице. Садница долго молчала, переводя взгляд с одного спутника Фесса на другого. Некоторое время она пристально смотрела на разрубленное мертвое тело Эвальо. Губы ее при этом сжались в тонкую белую ниточку. — Они могут остаться, — низким грудным голосом, наконец, сказала Айлин. — Все, кроме него. Изящная рука с унизанным браслетом и запястьем вытянулась в сторону Фесса. — На нем печать тьмы. Он ее избранник, ее орудие и ее оружие, о чем он сам, быть может, еще не догадывается. — Эвальо не погиб бы, если б не он. Рука упала на белую львиную гриву, и зверь немедленно оскалил жуткие клычищи длиной в ладонь взрослого человека. — Ты слышал слова, Айлин? — обратился к Фессу эльф-предводитель. — Твои спутники могут остаться. Они получат все права, убежище, пищу, кров и достойно их мечей дела. — Но ты должен покинуть Нарн, несмотря на то, что у нас нашлось бы для тебя работы больше, чем достаточно, и ты ни в чем не знал бы нужды. В голосе эльфа звучало искреннее сожаление. — Неупокоенных хватает и на наших границах. Живущие под нашей защитой жестоко страдают от их набегов. Вторжение, дико охоты тому — прямое подтверждение. — Но то, что стоит у тебя за спиной, мы не можем позволить твоей силе пребывать в Нарне. Тревоги и беды, что идут по твоим следам, намного страшнее тех, с которыми ты можешь помочь нам справиться. Фескарь его усмехнулся. — Все понятно. Они все обезумели в этом мире. И эльфы, и люди, и гномы. Те, кого он спасал, теперь гонят его. А в их глазах ужас. Ими самими придуманы. И кто знает, до каких глубин страха добралось их воображение. Он хотел бы о многом спросить своих визави, застывших на спинах белых львов. О крылатой тени, погубившей Валлё, о самой дикой охоте. Казалось, эльфы сами только и ждали его вопросов. Но не для того ли, чтобы ответить еще одним высокопарным рассуждением на тему великой тьмы. Эфес не сказал ничего. Боевое возбуждение спадало, отступали усталость и голод. Он вспомнил, что их заплечные мешки пустые, он просто может далеко не уйти. Ничего живого и съедобного на их пути через Нарн не встретилось вообще. Однако, несмотря ни на что, он молчал. Помалкивали и его спутники, понимая, что сейчас не время для патетических возгласов и клятв в верности. «Не надо их удерживать», — словно бы заглянула в его мысли Айлин. «Хороший хозяин не забывает сытно кормить своих слуг и вовремя платить им жалования. А ты?» Эфес нахмурился. «Да, работа в Орвесте не принесла ему ничего. Золото магистрата так и осталось в городской казне, чтобы сгинуть в неведомых безднах наследства саладорца». «Они могут остаться», — повторила Эльфийка. «Так будет мудро с их стороны. Не заставляй их в один прекрасный день повернуть оружие против тебя самого, как только они окончательно разберутся, кто ты такой». «Мы пойдем с милордом Мэтром, с разрешения прекрасной госпожи Ильиш Безонова», — негромко произнес прат, кладя могучую лапищу на плечо гнома. «Тот, похоже, как раз и собирался не к месту разразиться негодующими криками». «Мне-то все равно, как ты понимаешь, Орк», — Эльфийка слегка пожала плечами. «Мне нет до тебя никакого дела. Собственно говоря, мне нет дела ни до кого из вас. Но некромант был бы полезен делу Нарна, и мы позволили бы вам остаться на анналой тьмы». Фесс едва успел прикусить себе язык. Не следовало сейчас вступать в споры, излагать услышанное в свое время от Дейнура, что анналы тьмы на самом деле не более чем искусная подделка. «Хорошо, я уйду», — вместо этого сказал он. «Уйду немедленно. Надеюсь, вы извините меня за то, что я не могу покинуть пределы вашего леса в один момент». «Не стоит давать волю обидам», — покачал головой Эльф-предводитель. «Я должен думать о мире и покое для тех, кто доверил мне власть. А ты сейчас прямая угроза Нарну. Как и ты, я руководствуюсь принципом меньшего зла. Вот и все. Некромант же не ясот, не враг. Тебе дадут провианты на дорогу, если хочешь, возьми золото. У нас достаточно имперских монет. Мы ничего не имеем против мага, практикующего честную некромантию. Мы готовы всячески помочь ему, но не апостолу смерти. Горячие головы, не скрою, предлагали немедленно лишить тебя жизни. Но мы с Айлин еще не настолько глупы, чтобы убивать некроманта в наших собственных лесах. Поэтому уходи, неясыть. Уходи невозбранно. И мой тебе совет. Пока не поздно, доберись до небесной пяты». «Небесная пята?» Фесс поднял брови. Название ему ни о чем не говорило. «Примерный перевод на общеимперский нашего названия «Пика судеб», — пояснил эльф. Глаза Фесса сузились. Это имя он, разумеется, знал. Более того, оно было на его карте, помеченное значком как центр наибольшей действенности заклятий против всякого рода нежити. «Пик судеб. Благодарю покорно. Вот уж куда не полез бы ни за какие деньги!» Пробурчал Сугутор за спиной Фесса. Уместнее всего было бы спросить сейчас эльфа. «А что же там такое?» И, похоже, хозяева Нарна ждали именно такого вопроса. Однако молодой волшебник вместо этого обратился к своим спутникам. «Убежище для меня тут не предвидится. Значит, снова в дорогу. Скорее всего, к Эгесту. Хочет ли кто-то из вас пойти за мной или предпочтете остаться в Нарне?» Вопрос отдавал дурным балаганам с его гротескно преувеличенными страстями. Но не сказать этих слов сейчас Фесс просто не имел права. «Как можно, мэтр?» Возмущенно зашипел Сугутор. «Никогда я еще слову данному не изменял. С вами пойду, мэтр, куда угодно. Хоть на пик судеб, хоть в сам волшебный двор. К мигане на блины». «Ну и я, само собой, тут не останусь». Брат явил во всей красе свои клыки. Предводитель и Айлин вновь переглянулись. Никто не произнес ни звука, не сделал ни единого жеста. Однако же беззвучный приказ прозвучал. Из задних рядов по цепочке передали три увесистых мешка. «Мы не можем позволить тебе остаться в Нарне, маг Неясыть. Но это не значит, что отказываем в поддержке преследуемому инквизиции», проронила Айлин. «Возьмите вот это. Это не подаяние, не подачка, не милостыня. Это помощь человеку по имени Неясыть и тем, кто с ним, пока он не Ясыть, еще остается человеком. В Эгесте грамотный некромант не будет иметь недостатка в работе. И все-таки». «Спасибо, спасибо, спасибо. Премного благодарен вашей милости. Не извольте беспокоиться». Опередив растерявшегося на миг Фесса, скороговоркой затороторил Сугутор, мгновенно оказавшись под лемешков, с неожиданной для его комплекции быстротой и ловкостью забросил все три себе за спину, причем даже не сбив дыхание. «Помогай, брат, чего зенки расчепелил? — Думаешь, я поднял, так и дальше все сам понесу?» Фесс не стал препятствовать. По-прежнему, не произнося ни слова, он коротко кивнул предводителю и Айлин, повернулся и размашисто зашагал прочь, демонстративно опираясь на свой посох при каждом движении. Тьма вокруг отступала медленно и робко, но по сторонам все же разгорались эльфийские огоньки светочи. Тяжело нагруженные эльфийскими дарами гномы-орк дружно топали следом. Фесс твердо знал, куда ему идти дальше. «Выгаст!» По следу дикой охоты. Неисполненное слово «некроманта» должно быть отомщено.